И мы начинаем наш вебинар «Лето с аюрведой». У меня рассчитана информация примерно на час-полтора, но если будут вопросы, то немножко задержимся. Приготовьте, пожалуйста, ручки, листочки или блокнотики. То, что не записано, не существует, лучше записать. Буду давать некоторые рецепты при желудочно-кишечных расстройствах, при ожогах. Ну, интересная будет информация. И говорить буду быстро, как всегда. Вы знаете, я такая торопышка. Так, запись я включила. Немножечко волнуюсь, потому что давно открыто и не проводила на большую аудиторию. Вот, так что поддержите меня, посвященными знаками, если можете. Запись обязательно будет. Я уже все пишу. Ну, завтра, надеюсь, мы уже вышли в открытый доступ всем. Благодарю. Благодарю. Очень много вижу знакомых лиц, уже таких родных имен, да, то есть. Ну, что, давайте тогда начнем. У нас народ еще подключается. Мы сегодня поговорим про летом. Хотелось поделиться информацией, просто какой-то новой, да, какими-то рецептами новыми. Немножечко напомнить. Здесь очень многие из вас уже сами могут вести вебинары про ирведу, по ирведе и по питанию. Настолько уже много здесь тех, кто с нами давно, кто уже профессионалы. Тем не менее, повторение мать учения, может быть, повторить. И обязательно пейте воду. Поставьте один-два стакана воды. Тогда вы заметите, что в конце вебинара у вас не будет перегруза умственного. Потому что вода тоже заземляет. Она избыток воздуха убирает. И влага, она очень полезна на самом деле летом. Мы сегодня тоже про это поговорим. У меня всегда водичка рядом с собой. Хорошая привычка, если садитесь за компьютер, поработать или послушать что-то, посмотреть. Всегда при себе держать воду и ходить в бутылочках воды летом всегда. Вот. Да, благодарю Альбину, что написали. Я сегодня одна, без Александра. Поэтому, если что, если помогаете, буду очень благодарна. Для тех, кто впервые со мной познакомится. Меня зовут Елена Левицкая. Лайф-коуч по здоровому образу жизни. Аэровидической кулинарии. Я бы сказала, уже не только по аэровидической. То есть, в целом, здоровое питание. Мне интересно во всех его проявлениях. Также я аэровидический островок. Оставляю натальные карты. Больше люблю, конечно, по здоровью смотреть натальные карты. Но по отношениям, совместимость. У браки тоже мне очень нравится. И с недавнего времени еще специалист по исцелению воспоминаний. Рекол-хиллинг. Такая методика психологическая. Многие из вас были на тренинге весной. Которая позволяет отключить некоторые биологические программы, которые формируют болезни. То есть, очень быстро исцелиться. И моя мечта, как можно больше гармоничных, здоровых семей, счастливых женщин. Работаю именно с женщинами. Очень люблю мужчин, на самом деле. И очень хорошо общаюсь с ними, сотрудничаю. Очень много учителей, мужчин у меня. Но почему-то я считаю, что счастье мужчин очень сильно от женщин зависит. Поэтому мне очень нравится быть в потоке женской энергии. Ну и считаю, что мужчин лучше пусть учат мужчины. Хотя я вижу, что здесь тоже есть мужчины. И я думаю, что вам будет интересно. Вот. Сегодня расскажу также про ближайшие наши мероприятия, которые будут в июле-августе. Вот. И это будет все перемежаться с полезной информацией. Так что будьте терпеливы. И в конце обязательно у нас будут рецепты. Зборных рецептов. Сегодня поговорим о том, что это вообще такое питание летом. То есть на что сделать акценты. Как учесть особенности своего организма. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, кто не знает свой тип конституции по аюрведе. Вата, пита, капха или промежуточный тип какой-то. Поставьте плюсики, кто не знает свой тип конституции. Чтобы я понимала, нужно ли немножечко про это сказать. Да, да. Хорошо. И поставьте, пожалуйста, в чат пятерочки, кто вообще не знает, что такое аюрведа. Сегодня буду вам много вопросов всяких задавать. Поставьте, пожалуйста, в чат пятерочки, кто вообще не знает, что такое аюрведа. Нужно ли об этом сказать. Вот. Также мы поговорим о проблемах пищеварения летом. Первая помощь, что взять в дорогу, про солнечные ожоги. Немножко скажу про баланс питания. То есть надо ли дополнительно белки кушать. То есть нужно ли, откуда брать белки летом. Потому что летом очень много источников есть здорового питания. Про летние виды спорта, про отдых летом, про здоровые рецепты для вегетарианцев и ненегетарианцев. Ну вот Юлия, да? Не знает про аюрведу, еще сильно так. Аюрведа – это древняя наука долголетия и поддержания здоровья, молодости с помощью природных, натуральных средств. С помощью режима дня, режима питания, с помощью специй, вадов, с помощью индивидуального подбора под свое тело, под свой организм. Именно питание и практик всевозможные. То есть направлено на то, чтобы человек очень долго сохранял активное долголетие, использовал природные ресурсы, природные биоритмы. Для того, чтобы не было всяких операций, не было всяких хронических заболеваний, онкологии. Для того, чтобы выглядеть классно, иметь высокий уровень жизненной энергии. Это все возможно. И люди, которые давно уже с нами, кто практикуют эротическое питание, уже на себе почувствовали. Потому что здесь есть те, кто давно так питается. Вот. И давайте сразу же перейдем к следующему слайду. Да, сразу скажу, что 9 июля, здесь не видно за фотографией, наверное, у нас будет трехчасовой тренинг для женщин. Красивая, нежная, сексуальная. Это ты. Вообще не планировала, на самом деле, ничего проводить в июле. Планировала только в августе сыроедный детокс семидневный провести. Классно такое, очень перезагрузится немножечко. В августе очень много будет и фруктов, и овощей всевозможных. Но, ну, вы уже, кто меня знает, многие, знаете, что если информация мне пошла, то она мне вообще не даст ни спать, ни есть, пока я это все не запишу и не передам. Так и случилось. Я провела некоторые практики и поработала с некоторыми также продуктами питания, травами, бадами. И очень сильно поднялся уровень сексуальной энергии, чего я, в принципе, не ожидала. Я поработала с запретами, блоками. Много очень учителей появилось у меня в мае, в июне. И была, конечно, в шоке, что сейчас в мои 40, почти 41 год, ну, вот эта вот энергия, да, либиды, то, что говорят, она настолько стала выше и сильнее, чем в те же, там, 20-25 лет. То есть здесь работа такая комплексная и с сознанием, и с телом, и с питанием. И очень много нашла таких вот интересных вещей, которые от родителей приходят к нам, как мы сами формируем некоторые события негативные, связанные с сексуальностью. Поэтому вот 3 часа, 9 июля, буду с вами делиться, рассказывать. Будет очень много практик, ну, таких, действительно, благостей, работы с сексуальностью. И также я поняла, что эта энергия очень сильно омолаживает и очень сильно влияет на привлечение изобилия и богатства в дом. То есть это сразу же сказалось на работе моего мужа, на его успехе, на семье. И, честно говоря, я вообще не ожидала, что там такой огромный ресурс. Поэтому сразу вас приглашаю, ссылочки в конце дам, там 3 пакета будет. И еще у нас есть специальная цена для тех, кто проходил весенний детокс и осенний трехмесячный детокс. Ну, то есть большие эти программы. Кому вообще интересна тема сексуальности, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики или восклицательные знаки. Прокачать именно сексуальную вторую чакру и наладить с мужем отношения и привлечь партнера. И именно вот поддержание красоты и друга. Потому что, насколько я поняла, эта энергия позволяет нам очень долго оставаться молодыми. Это тонкая талия, это прекрасный цикл. То есть настолько вот отсутствие любого ПМС и настолько вот легко проходящие женские дни. Да простят меня мужчины, кто-то слушает. Ну, такого давно не помню, на самом деле. Буквально с самой юности у меня были все равно какие-то болезни вот эти вот вещи. Вот, вижу, что это интересная тема. Да, много, кстати, новых знаков. Вот, то есть будем работать с сексуальностью. Как выяснилось, у многих сексуальность отдельно, а я отдельно. То есть вот такое. С запретами, с осуждениями. Стирать будем все какие-то осуждения, находить их, во-первых. Потом будем смотреть, как болезни формируются, особенно вот в гормональной системе, репродуктивных органов, именно из-за искажений вот этих. Как прочитать по всевозможным блокам, вот этим в том числе по позвоночнику, по костям, по ногам. Вот эти именно программы заложены у нас в фазе программирования, когда мы родились от предков. По методу recall healing это очень интересно. Тут тоже у меня добавилась новая информация. Вот, и также как это связано с деторождением, со створчеством, с обилием. Несколько будут интересных йоговских практик, которые сама использую, и даотских упражнений, достаточно простых. То есть мы не будем там особо никаких, таких очень, очень сильно интимных вещей делать, но кое-что сделаем, да, то есть все. Потому что многие забывают эти упражнения, многие известны. Вот, а как через дыхание вообще прокачать эту энергию? Есть очень классные техники дыхательные. Массаж, ароматерапия, то есть есть цветы, травы, аромамасла, которые тоже активизируют очень. Продукты питания, будем говорить, причем про вегетарианские, невегетарианские, специи, афродизиаки, то есть все, что повышает сексуальную энергию, благости. И, конечно же, будем принимать, прощать тех, кто сделал больно. И если мы сами себе закрываем, сексуальность тоже будем с этим работать. Вот, все, что я буду давать, все, что я прошла на себе, все практики проверены. Сделаем обязательно медитацию тоже такую, которая на раскрытии. Вот. Для тех, кто хочет посмотреть, и задать вопросы уже в процессе, я вам сейчас ссылочки эти отправлю. То есть у нас есть три пакета, и у нас есть еще суперлиготная цена для тех, кто проходил детоксы. То есть она только на пакет нежный, на первом. Вот. Ну и давайте к нашему вебинару. Еще больше людей добавилось. Очень рада вас приветствовать, все, кто добавляется. Итак, лето. У нас есть в Айрведе базовые понятия пять элементов, шесть вкусов, три типа конституции. И на эту тему в нашем каталоге очень много есть специальных обучающих программ, по тому же типу конституции, да, то есть или доша, как это называется в Айрведе. Я сегодня только немножко скажу то, что нам нужно узнать для лета именно. Буду иногда еще пить воду. Потому что у меня было очень много консультаций последние три дня, и это сказывается, то, что, ну, говорю достаточно много. Вот. И так как пять элементов рассматриваются в Айрведе как основные, базовые, из которых состоит все практически, да, пространства, и в том числе в нашем теле всегда преобладают, они все есть, да, эти пять элементов. Это эфир, воздух, вода, земля и огонь. Но вот от их индивидуального сочетания часто зависит то, как мы выглядим, насколько у нас пищеварение, сильное или не сильное, огонь пищеварения, наш темперамент, наше поведение. То есть это очень сродни той теории по сангвиникам, холерикам, флигматикам и меланхоликам, да, ну, немножечко по-другому Эрведе рассматривает. И здесь очень важно понимать, что пища, и не только пища, некоторые практики, некоторые природные явления, они тоже характеризуются преподанием какого-то из этих элементов. То есть в пище может быть много огня, если это пища острая, да, перченая, горячая, да, пища тоже содержит много огня, может быть много воды, если это фрукты, например, да, или сочные овощи, может быть много воздуха, если это пища сухая или горьковатая, да, если там эфира много, много земли, вот энергии земли в пище, которая животного происхождения, да, это какая-то более тяжелая пища, и та, которая растет в земле на самом деле. И если взять три типа конституции, вот здесь вот у меня на примере известных женщин показано, например, вверху Радшана Куркова, она одна из представительниц типа вата, ну, у нее еще есть пида, но больше все-таки в ней ваты. И вы можете посмотреть, что, ну, вата это как раз вот тот образ девушек, фотомоделей, да, но еще ваты бывают очень маленького роста, то есть миниатюрный. Ваты часто бывают с каленными глазами, у них часто тонкие волосы, у них слишком густые и жирные, и у них часто, ну, достаточно тонкие черты лица, тонкие губы. И вот такая вот ключица, да, как у Радшаны Курковой, она часто выдает вату, то есть у них может, да, запись вебинара будет, у них может быть острые колени, острые локти, часто у них бывают, так как вате не хватает немножечко земли, земля это как раз вот кости, да, в нашем деле, часто ваты, у них бывают какие-то вот сколиозы, какие-то вот, ну, хрусты в суставах, боли в суставах, ну, боли еще упиты бывают, да, если они воспалительного характера. И вате часто не хватает заземления какого-то, и эти люди практически никогда не поправляются, то есть они всегда такие вот, достаточно стройные, но чаще даже с недостатком веса. Следующий тип конституции это пита, здесь вот Мария Кросс, там, американская, по-моему, американская, да, актриса, и Мария Кросс представляет питу, она типичный представитель, это рыженькие люди, люди со светлыми глазами, от серых, зеленых, на голубых, и часто у них вот такая светлая кожа, которая легко обгорает на солнце, но они не обязательно рыжие, да, то есть они могут быть и с темными волосами, и со смуглой кожей, но чаще всего у них светлые глаза. И это люди, у которых приплодает огонь и вода, но больше огонь. И следующий тип конституции, ну, и питы сами по себе очень спортивные, активные, сексуальные, немножко раздражительные, гневливые, да, то есть у них эмоции всегда бурно проявляются. И капхи, это как Анна Семенович, у них обычно крупненькие формы, такие вот, как Моника Белучи, как Фиджит Бордов, то есть это такие фигуристые девушки, считается, что у них очень сильная сексуальная энергия и плодовитость, да, достаточно такая. это обычно люди с такой, ну, девушки с такой крупной грудью, это обычно достаточно такие уравновешенные, спокойные по темпераменту. Часто у них бывают карие глаза, но больше их характеризуют чувственные крупные губы, большие глаза и шикарные волосы, то есть такие густые достаточно волосы. Конечно, есть еще промежуточные типы, здесь мы сейчас не будем про это говорить, потому что это долго будет, потому что есть всего 10 типов и в зависимости от того, как у вас сложится, да, то есть, ну, пазл, у вас будет преобладать тот или иной тип. Но еще бывает, что люди очень сильно меняются, вот в карте натальной бывает видно природный тип конституции и бывает, идет период какой-то планеты, которая, например, идет огненная планета, Солнце или Марс и человек, ну, больше может стать огня в этот момент. У меня, например, очень сильно меняются типы конституции от планетного периода, то есть, когда у меня был период Сатурна, это очень такая планета воздуха, много очень. Я очень-очень была такая худая, когда период планеты не сменился и под период даже влияет, оно достаточно, как бы так, меняется часто. Но не обязательно Сатурн, может дать снижение веса, он, в зависимости от того, в каком доме он находится, в какой, какую область затрагивает, да, в какую часть тела затрагивает, это тоже все видно в карте, он может давать проблему, например, с почками, с задержкой, жидкости, с вредением отхода, он может даже давать, например, вес, но это всегда будет с болезнью, с какими-то, да, и важно понять, что времена года, они тоже характеризуются преобладанием какого-то периода, какого-то элемента, например, зима, обычно это капха и вата, когда у нас мокрая зима, то есть, когда уже идет очень много осадков, то это капха, то есть, это преобладание земли и воды, когда у нас получается, идет сухая осень, то это больше вата, то есть, очень много эфира, ветра дует, много воздуха, теплая весна, это уже добавляется вместе к капхе, да, то есть, очень много жидкости воды вместе с землей, с водой, добавляется еще огонь, то есть, уже солнышко начинает выпекать, и если взять лето, то лето, это, конечно, в основном огонь, может быть, вода, да, если очень дождливое лето, например, в тропиках, но огонь, конечно, летом преобладает, потому что солнце летом жарит очень хорошо, и вот исходя из этого, трем типам конституции людей, очень важно понимать, какой у вас преобладающий тип сейчас все-таки, да, чтобы знать, что полезно, что не полезно летом, естественно, так как летом много становится элемента огня, то само по себе пребывание на солнце огненным типом, да, если у вас есть огонь, как понять, что у вас на сегодняшний день много огня, это может быть, ну, по внешнему виду, то есть, могут веснушки, пигментные пятна быть, в эмоциях это раздражительность, гонезливость, то есть, такой взрывной характер, могут быть очень чувствительный желудочно-кишечный рак, то есть, печень, желчный, желудок, то есть, реагируют сразу на какие-то продукты агрессивные, это также, ну, покраснение, когда люди такие очень сильно краснеют, потеют, да, то есть, когда перепады такие вот температуры, им часто очень жарко, и не очень хорошая переносимость жары, да, то есть, это значит, есть очень много огня, и тогда очень хорошая рекомендация на лето для вас избегать вообще нахождения на солнечных лучах с 10, с 11 и где-то до 3 часов дня, то есть, просто в это время не находитесь на солнце, потому что как раз с 10 и до 14.00 тоже очень сильно преобладает вот этот огонь, то есть, еще и в сутках есть такие циклы, меняются, многие из вас про это знают, вот, и, конечно, для них хорошо в этот период кушать более прохладную пищу, но лед тоже, вот, в этот не рекомендуют ледяную пить напитки, потому что лед будет как раз спазмировать очень сильно и нарушать пищеварение, вот, а если мы посмотрим на вот эту табличку в 6 вкусов, мы увидим, что огонь, то есть элемент огня присутствует в 3 вкусах, это острый, кислый и соленый, но там тоже есть градация, в остром очень сильно, в кислом чуть-чуть поменьше, в соленом еще меньше, тем не менее, если у вас начались проблемы вот такие вогненные, с пищеварением, да, эмоции такие зашкаливают, гневные, агрессивные эмоции какие-то такие, то, конечно же, в питании нужно немножечко сократить вот именно этих вкусов, острый вообще убрать, например, да, острый, это будут все виды перца, это будет горчица, хрен, черемша, то есть избыток имбиря, чеснока, лука сырого, да, то есть приготовленный можно например, лук, чеснок, но сырые будут очень сильно выводить, и если кислый, да, то просто очень важно посмотреть, чтобы не было уксуса в питании, избытка цитрусов, то есть немножко лимонного сока можно там, да, на какое-то блюдо добавлять, но пить как бы лимонную воду, в больших количествах, и свежевыжатые фреши из цитрусовых лучше не стоит, и конечно сократить количество соли, соль она тоже согревает, то есть у нее есть вот такое вот такое свойство, если же наоборот вы вата, ну ваты и капхи, то есть люди воздушные и люди земляные, они мерзнут на самом деле, да, земля, она холодная тоже, даже несмотря на то, что у них может быть тело такое крупное, вот они как раз очень любят вот это все, поехать летом в жаркие страны, на море, покреться в песке, пить тоже любят, ну если они правильно все там соблюдают, да, если они в балансе, но вот ваты и капхи, они прям не могут, у меня есть клиенты, с которыми, вот я сейчас консультацию провожу, они говорят, вот все, 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 мы на чемоданах, мы отсюда уезжаем, улетаем, нам лето очень холодное, вот, но многие питы очень наслаждаются вот таким летом, как у нас, например, в Сибири, на Байкале, да, то есть, когда днем тепло, очень греет, а вечерами и утрами прохладно. Вот напишите сейчас в чат, на какой вкус вас сейчас больше всего тянет, вот из этих, горький, вяжущий, острый, кислый, соленый и сладкий. Да, я слышала, что в Москве, в Европе сейчас жара началась, вот, у нас так еще не сильно жарко, хорошо, соленый, сладкий, сладкий вкус, он охлаждает, да, то есть, посмотрите, сладкий вкус, это вода и земля, он охлаждает, заземляет, и это очень хорошо, что вас летом тянет на сладкий вкус, на клубнику, Татьяна, это сладкий и немножко кислый, вкус. Да, то есть, действительно, типично такое вот питание, как в азиатских странах, да, то есть, фрукты, овощи, много зелени, особенно вот эти листья салата, да, всевозможные, то есть, они сладкие тоже, и также, и также всевозможные крупы, такие как рис, например, да, рис с овощами, то есть, ну, такое, Наталья пишет, сладкий, вообще не могу, хотя немного огня, люблю все горячее, теплое, соленое, даже кислое, даже летом, да, любите, Наталья, где живете, напишите, в каком регионе, наверняка, не в жарком, да, таком регионе живете, вот, и еще бывает, что вкусы очень сильно управляют, то есть, вкусы очень сильно бывает, что у нас на них тянет, из-за каких-то таких вот вещей, которые в жизни происходят у нас, да, но это отдельная тема, мы про это будем вот как раз на сексуальном тренинге нашим говорить, но вот горькие, соленые и кислые вкусы, это такие более мужские вкусы, то есть, если женщина очень любит и долго вот кушает горькие, соленые, кислые вкусы, скорее всего, в ее жизни происходит что-то, что заставляет ее, ну, вести себя более стойко, да, выносливо, что ей приходится, ну, какой-то вот выдерживать напряжение, или, возможно, ну, ответственность какая-то, да, у нее, и ей нужно вот активизировать своего внутреннего мужчину, то есть, так бывает, вот, горький вкус не обязательно, он должен быть прямо вот горький, горький вкус содержится в петрушке, в зеленом глуке, во всей зелени практически, да, не только это грейпфрут, там, всевозможные такие горькие, там, огурцы, да, где у нас еще рукола, да, горький вкус, горький вкус, он понемножечку может присутствовать везде, вот редиска, например, это горький, острый и сладкий вкус, очень полезно, да, вот по весне ее как раз покушать, избыток воды в организме, конечно, бывает, морина, то есть, если, например, есть проблемы с почками, если есть проблемы с сердцем, если есть проблемы с поджелудочной, то есть, типа диабета, да, или, ну, плохо просто ферменты вырабатывать, избыток запросто воды, то есть, у меня очень много таких клиентов, мы с этим работаем, вот, ну, молодцы, да, то есть, да, отеки бывают, и причем летом даже бывают отеки, конечности, да, вот, когда ходят люди весь день, даже без каблуков, а потом у них ноги отекают, чаще всего это нехватка йода, мы сегодня про йод поговорим, то есть, если избыточный вес, даже летом, и вот, ну, такой отек тела нижних частей, особенно, вот, и обязательно у кого-то такое есть, приходите 9 июля на сексуальный тренинг, потому что любые вот проблемы не ждали, да, то есть, это первая, вторая чакра, это сексуальная энергия, это мама, то есть, отношения с мамой, отношения с мамой, к маме, и мамы к вам, это очень сильно на сексуальности, кстати, связывается, да, все думают, ну, да, что-то только вот с мужчинами, но чаще это вот программа мамин как раз. Да, конечно, Марина, утеки уходят часто даже от одного здорового питания, потому что начинаете использовать специи, вы начинаете более щелочную пищу, у вас самоисцеление органов происходит. Конечно, Яна, да, у нас, мы чуть попозже поговорим про тренинг, но на самом деле, у нас в записи он будет, можно прекрасно его в записи тоже проработать. Итак, какие вкусы, еще раз повторим, летом желательно употреблять, это сладкий, но не сахар, не мед, мед, это горячий продукт, а достаточно вот натуральные сладкие вкусы, это фрукты, это овощи сладкие, да, и крупы, например, рис, очень сладкая крупа, и она охлаждающая немножечко. Вот, также хорошо, горькие и вяжущие вкусы, и все это присутствует как раз вот в том, что растет на грядках. Вот сильно такой яркий вяжущий вкус, это черемуха, например, да, груша, гранат, тоже это все прекрасно добавлять в питание, гранат можно вообще добавлять в овощный салат, он очень хорошо сочетается. И еще, прежде чем мы поговорим про питание, поставьте вообще в чат плюсики, кто эту картинку уже раз в пятый или десятый видит. Мы ее раньше вообще везде, да, на каждом вебинале повторяли, потому что это тоже базовое понятие аюрведы, да, три состояния, три вида пищи. Ну да, я вот сегодня про нее вспомнила, ну и не зря, видимо, потому что много новеньких, я чувствую потом в записи еще очень много будет смотреть людей. То есть получается, если летом нам Бог дает, природа нам дает такое обилие зелени, фруктов, овощей, пусть даже это привозные фрукты, да, но вот у нас в Сибири настолько классно, вот ташкентские фрукты вот сейчас идут, идут мектаринные всевозможные виды, это черешня, да, персики всякие разные, абрикосы шикарные, просто такие крупные пошли, мы их кушаем, мы даже косточки из них кушаем, то есть полностью все, вот, пусть это даже не растет в вашем регионе, у нас же в Сибири, например, только вот осенью пойдут эти сливы, да, там, вишни, и все равно все, что дает природа, и то, что по сезону, это будет очень здорово, и поэтому обратите внимание, что если вы летом не меняете питание сильно, да, в отличие от весны и зимы, продолжаете там, есть консервы какие-то, да, по привычке, там салаты с консервированным горошком, с кукурузой, тушенки, всякие паштеты, если вы продолжаете жарить там мясо, варить какие-то там вареные блюда, которые часто, котлеты там всякие, то получается, что вы не очень живете в согласии с природой, потому что лето это как раз очень шикарный шанс такой для организма напитаться всеми теми необходимыми витаминами, микроэлементами и клетчаткой, почиститься, зарядиться энергией земли, которая потом понадобится, да, в течение долгих, холодных и менее богатых жизненной энергии, продуктами из жизненной энергии, всевозможные как бы месяц в зиму, да, и поэтому посмотрите, да, то есть, ну, три гурны, в Павереде мы не будем долго про них рассказывать, это первое, это вот состояние невежества, когда вы едите много тяжелой пищи, да, много ненатуральной, консервированной пищи, или просто несовместимых сочетаний, например, мясо и тесто, да, очень достаточно тяжелое сочетание, или много пастеризованной молочки, тоже может быть, много сыра, того же, да, и мало очень овощей, фруктов, клетчатки, круп, да, то есть крупы очень много дают энергии, то такое вот состояние, как у девушки, заснувшей у компьютера с кружкой кофе, может иногда наступать, а кто заметил на питании с Айрведой, что больше днем не засыпаете, после обеда, и вообще, вот я просто помню, что в Айрведе всегда такое было, что в обед, после обеда, прям так хочется полежать, поспать, оставьте плюсики, кто заметил, что на Айрведическом питании днем перестаешь засыпать, то есть, ну, то есть, уровень энергии весь день достаточно такой, высокий, молодцы, да, заметили, и второе состояние Раджес, это когда мы переедаем сахар, ну, здесь девушка с чипсами, это мы вот шоколадки, это кофе, кофе очень легко вводит в состояние Раджес, то есть, это состояние страсти, беспокойства, много мыслей, трудно заснуть, вы раздражаетесь часто, и постоянно недовольны, неудовлетворены, да, то есть, такое состояние неудовлетворенности, на сексуальную энергия тоже, кстати, влияет, потому что женщина, вместо того, чтобы расслабиться, она начинает в постели думать, очень много, да, вот, и как я выгляжу, и как и что, вот надо что-то сделать, а что, он не подумает, сделали депиляцию, и все такое, и третье состояние, состояние саттва, или благость, состояние, которое, ну, это состояние любви, сколько кофе, сколько кофе капхи можно, чтобы расшевелиться, пишет Яна, вообще, кофе, даже для капхи, не очень полезно, да, действительно, так как капхи, горький вкус, очень полезен, ее часто тянет на кофе, и такие люди иногда, по две, по три кружки утром, пьют кофе, чтобы капхи расшевелиться, нужно сделать несколько простых вещей, просто, ей нужно начать двигаться, и желательно двигаться, во время капхи, то есть, с шести до десяти утра, или с шести до десяти вечера, и в это время, не есть тяжелую пищу, потому что, в это время, все, что капха съест, оно сильно, очень откладывается, на бочках, и в это время, нужно вставать, с шесть утра, делать какую-то зарядку, гулять, как я делаю, расскажу сегодня, у меня три вида спорта, летом сейчас присутствуют, и также, капхи желательно, пища, чтобы не была применена, маслами, про масла тоже, сегодня скажу, животной пищи, то есть, ей нельзя тяжелое мясо, тяжелые такие продукты, холодные продукты, всякие, тирамису, такое вот, холодное, даже если молочное, то лучше пусть будет теплым, вот, и, то есть, соблюдение биоритмов, с учетом того, что капха, вот в это время, да, движение, немножечко вспотение, с каким-то, то есть, ну, сегодня про это поговорим, и горький вкус во всех его проявлениях, например, с утра пусть это будет не кофе, а стакан грейпфрутового сока, можно чуть-чуть вместе с лимоном, или с цитрусом, но грейпфрутовый сок очень хорошо у нее запустит работу, желчного, желчный будет переваривать жиры, и здесь нехорошо, вот. Питание по группе крови, в принципе, знаете, я наблюдала, что, ну, часто очень, да, задает тон, то есть, если там, например, вторая группа крови положительная, часто люди очень легко переходят на лакто-вегетарианство, первая группа крови, месоеды, да, считается, тоже очень много у меня гетарианцев, таких знакомых, но, в принципе, часто таких людей действительно тянет, то есть, генетически, возможно, в этом есть какой-то смысл, я сама вторая группа крови, вакто-вегетарианская, поэтому, честно могу сказать, что мне полезно, то есть, ну, когда я перешла на вегетарианское питание, организм прямо вот в благодарности отреагирует, поэтому, возможно, да, возможно, здесь есть в этом смысл, но у мужа, у четвертой группы крови, они могут есть все, но у него тоже, вот Юля, да, пишет, но у него тоже переход на вегетарианство, у него ушло давление, лишний вес, и, ну, омоложение, прямо такого организма, никто не дает ему сейчас 41 год, то есть, у него столько, у него даже нет вообще морщин, то есть, я считаю, что он омоложен, у него даже выглядит, да, вот Альбина у нас первая группа, нужно следить в первой группе, чтобы было разнообразие в белках обязательно, то есть, не садиться на один углевод, вот, то есть, и лето, то есть, состояние благости дает, лучше всего, когда вы в гармонии с природой, и кушаете то, что дает природа, да, то есть, утром, например, кушаете фрукты, ну, утро у нас всегда начинается с двух стаканов воды, да, то есть, это самое лучшее, а потом можно фрукты поесть, а можно и творог, то есть, очень хорошо, молочные продукты, кисломолочные, летом свежие, да, не слишком кислые, да, помним, что слишком кислые, и будет огонь поднимать. И некоторые, кто не любит с утра сладкое или поджелудочное плохо приводит в сладкое, они хорошо, очень прекрасно едят молочным утром. Некоторые едят салаты, но лучше сырые салаты с утра не есть, у них все-таки пищеварение еще рано утром не готово к такому. Вот. В ванной с пачкой соды лежать. Как убрать лишнюю кожу после похудения? Марина пишет. Обязательно посмотрите продукты, которые содержат коллаген, эластин, возможно, даже белковые коктейли вам какие-то помогут, простые. Возможно, обязательно масляный массаж кокосовым маслом. Сейчас везде можно купить кокосовое масло. Можно кунжутным, но летом лучше кокосовым. Обязательно упражнения делайте. Не бросайте это так, что если вы похудели, не надо двигаться. Хотя бы ходьба на свежем воздухе, вы увидите, у вас прямо омоложение пойдет в тело. И, в принципе, вот у нас кто на аюрведе худеет, то есть строняет постепенно, то есть у них не отвисает кожа. Если сильно у вас как бы отвисло, то значит совсем, наверное, мышечного каркаса хорошего не было. Можно просто начать немножечко заниматься. Я сегодня расскажу про такие простые виды, которые любому возрасту походят. Ну, простые виды спорта. Вот. Если фрукты утром вызывают вздутие, то значит есть проблема с поджелудочным железом. И как ее решить, я сегодня расскажу у Натани. Дам даже методичку. И вот у нас был недавно вебинар, там мы про это говорили хорошо. Это значит у вас просто немножечко либо дисфункция из поджелудочной, может быть в кишечнике немножко есть такое диспепсия, то есть когда ворсиночки засорены, не работают. Может быть с сахаром связаны, то есть с сахаром крови. Вот. Ну, про пост это отдельная тема. То есть можете добавить все рецепты без молочки просто, то есть все, которые мы сегодня дадим. Да, Татьяна, запись будет обязательной. Вот. Смотрите, есть еще такое понятие, чтобы питание было полноценным, летом это очень хорошо подходит нам. Следите, чтобы у вас каждый день были в питании 7 частей растений в пищу. Это плоды, то есть это фрукты и овощи, да, надземные. А витамин С, там содержится очень много микроэлементов для сердца, да, то есть для сосудов. Очень много антиоксидантов. То, что в клеточке свободные радикалы, которые за зиму у нас очень много, да, то есть нарушены таких метаболизм, все это восстанавливается. В основном, как это, да, то есть это фрукты, овощи. Ну, одни фрукты тоже вот не все могут кушать, да, потому что некоторых не выдерживает поджелудочная слишком много сахара. Зерна, да, то есть, ну, хорошо очень кушать летом зеленую гречу, рис, пшено, кто как хорошо переваривает глютен. То есть безглютеновые, то есть крупы, которые очень хорошо перевариваются, это гречка, это пшено, кино, амарант, рис, да, пшеница, овсянка, рожь, макароны всякие, да, то есть там, где глютен, то есть может немножечко, ну, у некоторых реакций идти от иммуны. Вот, а также, ну, третья группа, насколько я помню, это кочевники, да, то есть это, которые у нас и животные, и растительные кушают, то есть разные там лобки, молочные тоже кушают. Вот, а также листья, да, это сам Бог велел. Я очень много всегда рассказываю про хлорофилл, да, про клетчатку в зелени, про зеленые коктейли, у вас тоже рецепт такой сегодня будет, но не забывайте еще, да, что зелень, она на самом деле очень богата микроэлементами и минералами всевозможными. Хлорофилл, он очень хорош для гемоглобина. Я всегда всем рассказываю, замечаю, что если мне нужно цвет лица быстренько улучшить, чтобы румянец появился, я просто несколько дней пью по утрам зеленые коктейли. Плюс хлорофилл очень хороший детокс, то есть это детокс-продук, который выводит радиацию, тяжелую металлу из организма. Плюс в хлорофилле есть такие основания, которые способствуют лучшему усвоению и образованию омега-3, омега-6, омега-9. То есть то, чего нам не хватает. То есть не только из рыбы можно взять, но омега-3, омега-9 можно еще, но и конопляное, кедровое и рыжковое масло. Также очень хорошо есть много зелени и зеленых листьев, растений зеленых, если уже проблемы есть поджелудочные, они будут восстанавливать. Корни – это всевозможные, такие как имбирь, куркума, корень петрушки, корень пастернака, сельдерея и также корни – это корнеплоды, то есть это морковка, санкла, то есть все, что такое, ледиски всевозможные. Бобовые – отличный источник белка летом, потому что они летом лучше всего перевариваются. Зимой они могут немножко сушить, но летом это очень легкий такой источник белка, если от мяса, от рыбы, от жареного может немножечко быть тяжесть такая летом, то бобовые, они очень хорошо перевариваются. Если плохо перевариваются бобовые, я скажу чуть позже. Можно просто растительные ферменты добавить в питание после еды одну капсулу, и все. То есть вы сразу увидите, что у вас все наладится через несколько дней. Вот, и от них не будет привыканий. Листья корнеплодов, да, хороши. Например, тот же йод, да, у нас есть в садовом сорняке мокрец. Он такой, конечно, специфичный на вкус, но есть также в Монгольде, и есть в листьях свеклы, да, то есть йод и в салатах всевозможных, вот этих фиолетовых, да, тоже можно добавить фиолетовый базилик, там это есть. И Юлия написала, теперь не могу пить зеленые коктейли, стойкое отторжение. Все правильно, то есть питаться нужно осознанно, если вы почувствовали, что отторжение, значит, чего-то просто какого-то микроэлемента стало много, и, возможно, вы еще получаете его из другого питания. А в зелени есть еще щавелевая кислота, которая может оксалаты давать, то есть это такие, да, избыток оксалата. Избыток зелени, да, тоже, если вы почувствуете, он может быть вреден, если, например, вы склонны к образованию оксалатов, то есть такие камни, соли в почках, да, которые всякие циститы вызывают, вот эти камни образования, задержку, шидкости. То есть, может, просто что-то переели, потому что в зелени много всего содержится. Это действительно, как и фрукты, такой вот, ну, концентрат, тоник такой. Поэтому просто сейчас не пейте и все. У меня тоже так бывает, что я месяцами зеленый коктейль не употребляю. Абсолютно так бывает, может, так вот. Вот. Ирина немного задремала, спрашивает, будет ли запись. Да, я прошу прощения, у меня такой голос, что я иногда могу расслаблять и засыплять. Поэтому пейте водичку, приседайте, хлопайте в ладоши, чтобы не уснуть. Я постараюсь еще вам вопросы сейчас всякие задавать, чтобы не заснули. Соцветия. В основном соцветия, ну, это капусты всевозможные, да, капуста и соцветия. И это всевозможные такие вот специи, да, например, там, гвоздик, зеленый кардамон, ваниль, это все цветы, да, соцветия. И орехи, конечно, отличный источник тоже белка. Просто следите, чтобы в питании, ну, чередовались вот эти продукты. То есть не садитесь на одни фрукты, там, на одни, на одну зелень, да, то есть тоже может не всегда это быть полезным прибор чего-то. В целом, для летнего питания, у нас такой же слайд был недавно на вебинаре. Кто был на вебинаре, улучшаем пищеварение летом. Кое-что я взяла из этого вебинара, чтобы всем просто раздать. Надеюсь, вы не против будете, потому что информация, в принципе, нужна. Больше сырой растительной пищи, клетчатки, растительных молочных белков. Если сырая пища не переваривается, и также, например, бобовые не перевариваются, я скажу, что можно сделать, если вы, ну, замучились с этим, может, да, то есть это происходит постоянно. Меньше жареного, соленого, и чересчур кислого и острого. Есть национальности, вот, кавказские, да, которые вот любят прямо такой острый-остый шашлик, и туда еще много лука-лука маринованного такого, и вот это все вот скушаешь, и такой дракон облендышащий становишься. То есть у них там немножко по-другому. У них вообще очень крепкое пищеварение, сосуды. Очень имеет значение, конечно, еще как предки ваши питались, да, то есть откуда вы сами, это тоже имеет значение. Но, тем не менее, будьте аккуратны, да, вот со всякими такими вот модными там вещами, с острыми вещами всевозможными. Потому что может так быть, что вы поедите там горчицы, да, какой-то васаби, да, там поедите суши. А на следующий день пищеварение хуже станет, то есть это такой вот процесс. Вот. Очень много соевого соуса, кстати, тоже не идет летом, потому что он ферментированный и очень соленый. Но лучше, чем майонез. То есть лучше вместо майонеза либо лимонный сок, либо соевый соус. То есть если сами не готовите соусы, сегодня соус тоже вам в заборник рецептов положила. Только я сделала выборку моих самых любимых вкусных рецептов. Сейчас как раз все вот эти овощи скоро начнут появляться. Вот. Больше жидкости, ну, вода это вообще просто рулит, да, или там. Больше движения и прогулок, ранний подъем. Причем смотрите, как интересно. Если вы пита, то лучше всего ходить в спортзал, да, или гулять именно вот рано утром или поздно вечером. То есть когда солнце не жарит. А если вы любите, когда вот прям пожарится, да, на солнце, если вы вата или капха, то, пожалуйста, вы можете днем, да, то есть покататься там на велосипеде, там прогуляться в обеденный перерыв. То есть это все будет вам на пользу, будет добавлять огня. И вот такие летние блюда у вас будут в заборнике рецептов. Я просто назову, что это не буду долго рассказывать. У нас в рассылке, Раиса, про вебинар «Улучшаем пищеварение летом» было очень много. Но в конце, если хотите, я ссылку найду, да. Напишите мне, Раиса, просто в этом ВКонтакте, я вам дам ссылку. Вот. Потом из бобовых, да, чтобы не делать сложные какие-то котлеты, хотя котлеты тоже летом в холодном виде хорошо идут, бобовые, можно делать хумус. То есть нутовый хумус у нас вообще просто вот, ну, на ура летом. С овощами, с лепешками, с бездрожжевым хлебом. Просто прикуску с каким-то там, с морковкой, с чем-то еще. Хорошо, я сейчас попозже чуть-чуть найду вам, да. Вот. Также это всевозможные салаты, да. Но вот здесь вот салат с проростками, честно сказать, проростки летом вообще не готовим. То есть это вот зимой, осенью готовим. А лето, осень, ну, если очень хочется, там, семечки проращиваем в салат, бобовые проращиваем, если из них супы готовим. Ну, специально, вот как мы делали микрозелень, да, нет смысла, потому что все с грядки, все от земли идет, более такое. Вебинар планируется максимум до 12.00 в Москве. Вот. Ну, возможно, пораньше закончим. Вот. Легкие сыры, такие, как вот панир, моцарелла, да, то есть творожные, там, фета. Сейчас Филадельфию тоже делают неплохо в России. То есть тоже можно, ну, как вариант, да, если сами не готовите сыры, панир, можно. А вместо майонеза, вот миндальный майонез, например, ореховый, тоже у вас в рецептах в конце будет. Ну, и, конечно, все вот эти салатики, вот у нас сейчас авокадо хорошее продают в Сибири, авокадо очень полезен для женщин, даже форма, форма матки, да, напоминает. И в нем много белка и много омега-9, это то, что для нашей красивой кожи, для волос. Вот. Хорошие блюда бапагануш, мутабай, то есть это из баклажана запеченного, из кабачка запеченного. Вот в центре соевый сыр, такой твердый соевый сыр, бывает в фирме Яса, часто в России продается. Крем-супы, да, например, из шпината, из сельдерея, кабачка. Вот в крем-супы, кстати, можно добавлять какую-нибудь муку, такую типа кукурузной или гречневой муки, чтобы густоту добавлять. И очень приятный вкус, такой насыщенный. Более они становятся питательными, да, потому что некоторые поедят такой крем-супы, которые вообще не наедаются. То есть питы, например, да, добавлять тогда вот такую муку безглютеновую какую-то. Мы очень любим позы вот такие делать, тибетские момо, это из цельнозерновой муки, можно из муки первого, второго сорта. Да, амарантовая мука тоже вкусно будет. Ну, специфичный у нее такой вкус, да, но многие любят. И вот в эти позы можно все, что угодно. Мы любим с капустой и с творожным сыром чуть-чуть. Или с капустой с горошком. Или некоторые там делают с какими-нибудь овощами, вот, которые любые, да, там, морковка, тыква, то есть все, что по сезону идет. Ну, с капустой прямо позы это вообще, то есть с капустой, да, фотографии аппетитные, все наши. И также я вам положила всякие ризотто, окосовый рис. Многие тут из вас это уже знают. Пейте водичку, кстати, у кого слюнки потекли, у меня уже потекли. Ну, и летом, конечно, лучше не увлекаться сильно выпечкой. Амарант на пару. А что это такое за блюдо? Раньше интересно, мы такого не бывали. И летом, конечно, хорошо делать. Вообще, вот летом, честно говоря, мы очень редко готовим сладости. Мы недавно приготовили, поняли, что фрукты вкуснее. Ну, иногда все равно печем какой-нибудь пирог вот этот вот. Я вам там положила в цельнозерновой муке пирог такой с ягодами. А вообще, летом классно делать смузи всякие, коктейли, фруктовые салаты, фруктовые желе. Очень здорово. Али достаешь, такие холодненькие, с холодильника чуть-чуть согреваешь. И очень приятно, да, вот эти желе, например, на агар-агаре мы делаем, да. Тоже рецепт такой есть. И еще можно делать мороженое, например, без молока, то есть на банане, да. То есть на таких добавках, возможно, на кокосовой стружке. Можно делать смузи, как я уже сказала. И вот, ну, все эти рецепты и больше там даже страниц 20 я вам сегодня подготовила в сборнике. Самые терпеливые получат уже сегодня. Немножечко про воду, да, вот интересный факт. Два стакана воды после пробуждения не просто активизируют внутренние органы, но если вы еще это делаете с 5 и 7 утра, то у вас наладится очень хорошо пищеварение, не будет запора, да. То есть вообще желательно утром выпивать два стакана теплой воды, не такой вот, ну, не холодной ни в каком случае, и сходить в туалет и только потом завтракать. Сколько воды к апхе пить? То есть такого нет прямо вот, ну, жесткого, да, Яна. Капхи тоже разные бывают. Ну, то есть бывает капха отечная, там, застой в жидкости, бывает капха совершенно неотечная, а не другие там проблемы, да. То есть всем нужно с утра пить воду. И во время капхи тоже это можно делать. Капхи хорошо просто в воду добавлять, например, лимон, мед, можно имбирный чай пить, да, то есть второй стакан не воды, а имбирного чая. Это очень для нее будет классно. Ей можно просто в воду погорячее чуть-чуть, да, то есть это тоже для нее будет здорово. Наталья не помогает вода никакая, пьет много, теплую пробовала, никакого эффекта на кишечник. Значит, у вас там есть какая-то такая, ну, своя особенность, связанная с теми же фрагментами, да. Вы же писали, да, что на фрукты, по-моему, да, реакция. Вот. Да, если выпить стакан воды перед сном, никакой точности нет. Я проверяла, но это, знаете, для кого такой хороший совет? Кто мало пьет воды в день, да, и вот бывает, знаете, прямо перед сном прямо жажда такая. А кто острого много кушает, да, то есть это действительно будет хорошо для сердца. И если вы поужинали там в 7-8 вечера, опять-таки сном выпили стакан воды, все прекрасно просто будет, правда. Вот. Чтобы поддержать работу сердца летом и сосудов, у нас это немножко не наша сегодняшняя тема, но действительно нужно избегать резкого перепада температуры, то есть солнце, оно очень сильно влияет на сердце, на сосуды. Нужно избегать вот перии вот этого избытка жары, да, избегать соли в большом количестве и острых специй. И обязательно немножечко давать для сосудов какую-то нагрузку в прохладное время. Лучше всего плавать. То есть плавание вообще для сердца, для сосудов самое лучшее, потому что сердце и сосуды, они любят тяжелые силовые нагрузки, тяжелые походы, там, да, в горы особенно. А вот что-то такое легкое, плавание, прогулки на рассвете, когда прохладно и очень здорово. И люди вообще, у которых сердце и сосуды слабые, у них напряжение много внутри. Если они гуляют на рассвете, например, вот как я там с 6 до 8 утра, у меня 7 утра скандинавская хорьба группой, а я люблю просто с 6 до 7 еще гулять иногда. И спортзал я хожу до 9 утра тоже. То есть мне есть такое тоже, то есть в жару я не могу, мне не нравится. И вот если вы начнете гулять, да, то есть я вот хожу в парке, я кормлю белок, например, знаете, как это классно. Это очень сильно снижает напряжение вообще по жизни и очень сильно дает вот эту энергию радости, которая идет от солнца. То есть общайтесь больше вот с солнцем, с водой. Это очень снимает вот это напряжение, которое внутренне бывает у людей. То есть эти люди, сердце больное, это люди, которые контролировать очень много в жизни хотят. А в жизни контролировать мы не можем все. Вот. Если у вас началась разжога от лимонной воды с медом, значит у вас пида есть. И повышенная кислотность вам нельзя, значит, такое пить. И мы по утрам вообще не рекомендуем, кроме воды, ничего пить. А если капха чистая, то ей лимонная вода подойдет с медом. Даже лучше не лимонная вода, а имбирный чай с лимоном и медом. Вот. Когда же пить чай, если после еды нельзя? А я, кстати, не говорила, что после еды нельзя. Можно во время еды налить себе треть стакана воды или половинку и припивать просто, то это неплохо будет. Лучше перед едой, да, за 30 минут попить. Это очень классно будет все соки. Просто хорошо будут выделяться желудочным. А чай нужно пить на полдник или на второй завтрак, это отдельная церемония. Чай пить, да, можно маленькую такую вкусняшку там положить. Вот. Но действительно, избыток жидкости, да, если вы еще большую, у вас порция большая, оно затрудняет пищеварение у всех типов конституции. Действительно. Вот. Я сейчас трифолу не пью, потому что очень много горечи в питании присутствует. Это трифолу, она горькая и вяжущая. Просто в моем питании сейчас много присутствует таких продуктов, которые вот, ну, достаточно такие. Я заметила, что если я, ну, еще и трифолу буду пить, то у меня какое-то напряжение такое возникает в сердце, потому что сердце не любит избыток горечи. Да, то есть это про это тоже помните. Острый горечи сердце не любит. Вот. Вот при повышенной кислотности, вы мне прямо закидали вопросами, да, хотя у меня столько половины пришли. При повышенной кислотности вам нужно, во-первых, понять, что в жизни вас раздражает, огорчает и разочаровывает. То есть поработать с психосоматикой, что вы не перевариваете. А второе, обязательно обратить внимание на ощелачивающие продукты. То есть добавить в питание больше ощелачивающих продуктов и много фруктов не добавляйте. Они тоже многие кислые достаточно, те же цитрусовые, да, или незрелые фрукты. Можете попробовать попить соду половинку чайной ложки в обычном стакане воды. Не гасить, а просто вот размешать в стакане воды, такой вот комнатной температуры. И попить ее утром за 30 минут до еды. Очень быстрое ощелачивание идет. Ну, в течение недели, например, так поделаете, уже будет лучше. И так же еще с эмоциями страха поработать. То есть чего боитесь, то есть что пытаетесь контролировать в будущем боитесь. Вот это забыла сказать. И при повышенной кислотности тоже обратите внимание на соль, на острое и на кислое. То есть даже лимон рекомендуют убрать. Лимон, уксус, жареное. То есть, ну, как обычно гастроэнтерологи рекомендуют. И сахар обязательно, Светлана. То есть даже коричневый сахар на время лучше убрать. Все, что будет содержать сахар, может вызывать у вас приступ сжоги. Вот такое вот. Да, чван-праш, в принципе, можно и летом. То есть, если вы к нему привыкли, да, то есть... Просто он же бывает иногда очень острый, чван-праш бывает менее острый. Поэтому нельзя. Вот. Ну, да, в принципе, лимон с сахаром мы не употребляем в Айрведе. Мы обычно с медом как бы, да, вот стараемся. Вот. Ну, чтобы, прямо, он окислял, да, то есть это нужно в таких количествах есть, Танюша, что прям вообще не... У кого пониженная кислотность, это вопрос ферментации, да, и действительно вам можно кислые продукты, таких людей, кстати, очень тянет, прям лимон поесть. Нужно поднимать огонь пищеварения. То есть вам, наоборот, можно чуть-чуть имбиря побольше, специй, движение побольше тоже в жизни вообще в целом. Вот. Мед при повышенной кислотности на голодный желудок нельзя. Ну что, давайте сейчас будем двигаться дальше, чуть-чуть попозже вопрос. Возьмите сейчас зеркальце, посмотрите на свой язык. Потому что язык это ваша лучшая подсказка. Можно ходить сдавать анализы, ходить к врачам, но язык он никогда не обманет. Он всегда покажет, насколько подходящую пищу вы ели накануне. И я познакомилась с некоторыми такими продуктами, с ферментами растительными, с тем, что улучшает пищеварение. У меня вот, ну, наверное, впервые вообще язык настолько вот розовый и прекрасный. Я очень сейчас довольна. И поняла, что да, действительно иногда нужна нам поддержка в фитопрепаратах, трав каких-то. То есть, язычок идеален, когда он розовый, когда он ровный, без трещин, без тяги. Когда на нем нет налета. И смотреть его лучше утром, конечно. Ну, у некоторых даже вот после утреннего очищения языка, его очищают тренажером, все равно бывает в течение дня какие-то вот, ну, опять образуется налет. Самое такое вот неприятное, белый налет густой. Это значит, есть много грибов в организме, кандиды. Что с этим сделать, я скажу. Трещины могут говорить о том, что есть немножко проблемы с усвоением кишечника. Трещины могут говорить о том, что не хватает витаминов, каких-то микроэлементов. Потом можно посмотреть по языку. Это как проекция, вот, как будто это перевернутое наше тело. То есть, чем ниже к основанию, тем ниже, как бы, по позвоночнику, к анусу, да. То есть, вот здесь вот в средней части будет поджелудочная, печень. Внизу в самом будут почки и кишечник, толстая кишка. А здесь будут сердце легкие, да. Иногда вот видно, что у кого-то там сзади только налет, да. У кого-то пятнами такими налет. То есть, можете посмотреть. Да, белый язык может говорить о том, что немножечко переизбыток кандиды. Но только не пугайтесь, кандида, она присутствует у нас у всех. Она участвует в молочнокислом, молочно-уксусном переваривании продуктов, ферментации. Но избыток ее, это не очень хорошо, потому что всегда почти дает еще и проблемы с репродуктивными органами. Всегда дает проблемы с перевариванием белой муки. Молочки, крахмалов, да. То есть, а мы, женщины, все это любим. Потому что оно все сладенькое. И молочко, и крахмал, и мучное, да, все возможны. Вот. Извелиные посредине языка тоже могут, например, о позвоночнике говорить, да. О скоплении солей или по ходу позвоночника, да. То есть, какие-то тоже небольшие интоксикации. Но на самом деле язык, он показывает малейшие изменения в организме, когда, может быть, еще нет никаких болезней, да. То, может быть, черный налет, это очень интересно, Юля. Это серый, да, такой темно-серый. Это вата. То есть, это, ну, дисбаланс ваты. Это немножечко токсины могут скопиться в кишечнике определенного вида. Такие, как-то, да. Зеленоватый, желтоватый налет, это пито выходит из баланса, это желчь, да, то есть, либо застой желчи. Если неровный по краям, отпечатки зубов или распухший, это один из двух вариантов. Либо это с щитовидкой проблемы, либо с сердцем. А, из трех, даже третий вариант, если язык распухший и отпечатки зубов, это диспепсия, то есть, не сварение. То есть, когда вы, вроде бы, питаетесь даже здорово, но у вас, так скажем, постоянно нехватка, может, микроэлементов, белка, потому что в кишечнике плохая всасываемость, так называются. То есть, это тоже можно с помощью ВАДов усилить, улучшить. Вот. Да, то есть, островковый тоже, можно смотреть, какая проекция, да, какая проекция органа. Может говорить, что просто этому органу сейчас нужна поддержка. Поэтому наблюдайте за языком и очень интересно повести пищевой дневник. То есть, вы записываете, что вы кушали, да, и на следующий день смотрите ваш язык. Ну, как правило, вот знаете, от всего такого белая мука, избыток молочки, избыток хлеба, да, дрожжевого теста, то есть, всегда на следующий день почти может давать налет в таком языке. Чем более такой слизистый налет, тем лучше, то есть, прозрачный. Чем более он густой, творожистый, тем, значит, ну, более такая интоксикация сильная. И также вы можете смотреть по лицу, да, то есть, где у вас угри присутствуют, где присутствуют пигментные пятна, да. То есть, смотрим, вот, желудок, например, смотрим, это вот щеки, да, и средняя часть носа. Сердце, кончик носа, вот тонкий кишечник, это лоб, а вот печень, желчный, это виски и это межбровие. Ну, еще вот репродуктивная система сильно связана с подбородком, да, то есть, часто бывают какие-то инфекции там в репродуктивной системе, гормональные сбои, да, вот подбородок такой, ну, либо в прыщиках, либо морщины. То есть, где еще морщины образуются впервые всего, там тоже, ну, это признак, что орган немножко энергетически стреляет. Вот, поэтому вот эта табличка у вас сохранится, не будем на ней останавливаться, она у вас будет в записи вебинара, да, то есть, не волнуйтесь, просто, такой, для индивидуальной работы. Где белок, проект летом, да, нам сейчас поговорить. Мы очень любим соевые продукты, но натуральные, типа темпы, типа творог, да, вот этот соевый, сыр, который называется, пророский соевый, тоже можно делать, как он в Таиланде делает. Вот, но больше, конечно, мы любим маш, такой зеленый горошек, здесь нет картинки его, нут вот этот, вот, да, с овощами делать, или хумус, и чечевицу. Чечевица, это вообще наш продукт русский, и вот в русской диете, такой вот противопроцитарный, всегда чечевица присутствовала, ну, в такой исконно русском питании. Вот, то есть, ну, соевая мяса, да, и всякие такие продукты непонятные, соевую мы не кушаем. Вообще, избыток соли не нужен, потому что может немножечко соево варить йод, железо, да, то есть, хотя у ней много кальция и много белка, да, то есть, иногда можно это делать. Вот, Юлия спрашивает, если щелкают суставы стол. Ну, если не болят, да, то есть, если болят, это пито, все суставы болят, это воспалительные процессы суставов. А вольте просто щелкают, у вас немножко избыток воздуха есть. И важно очень, это связано, может быть, с пищеварением, может, связано быть с нервной системой, то есть, если заземления у вас мало. Если связано с пищеварением, то нужно просто делать какой-то биток с очищением, можно добавить питание жиры, то есть, особенно не маслоги, да, и нерафинированные масла, особенно вот кунжутное, подсолнечное, липкого. И можно делать каждый вечер просто теплым кунжутным маслом или просто вот обычной температуры. Массаж очень хороший вот этих суставов и одевать носочки на некоторое время. То есть, мы так делаем, то есть, нам нравится зимой особенно. Вот. Да, иногда кожа, вот Юлия пишет, что много было глубоких прыщей, а прыщок отказался от этих структур. Иногда кожа через кожу выходит. Когда люди еще делают противопаразитарные программы, то бывает через неделю-две вот программы на кожу выходят прыщики, ну, всех по-разному, у кого кожные заболевания, бывает обострение, да, а потом это все очищается полностью. Ну, про бессонницу Татьяну тоже скажу, что делать чуть попозже. Здесь хорошая очень такая трава такая, да. Кажется, это лучшее, что я видела, и без побочных эффектов. Называется Fashion Flower Passiflora. И я вот дам сегодня вам методичку, то есть Fashion Flower и Страста Цвет. Просто можете попить, если вот, ну, с нервной системой сейчас какой-то вот, есть что-то мучает, мысли какие-то, можете просто попить ее по одной капсуле, да, в течение месяца, у вас все наладится. Ну, в принципе, уже через неделю наладится. И обратите внимание, сахар, кофе, шоколад, да, чтобы питания не было, потому что стимуляторы, алкоголь, курение, да, то есть это все стимулирует очень сильно. Вот. Если вы тренируетесь прямо спортом, занимаетесь, прямо, как я, можете там по 10 километров проехать на велике, либо вот скандинавская по 5 километров я хожу, пешком тоже хожу много, то есть тогда обязательно, вот в те дни, когда я тренируюсь, я кушаю творог, ну, не высокой жирности, потому что высокой жирности мне не подходит, мне тяжеловато. Я беру либо обезжиренный, либо там до 5%. И творог я ем не со сметаной, а либо с заменителем сахара, с сиропом финика, топинабура, либо просто добавляю туда изюм, корицу, то есть сахар не добавляю. И вот две пачки творога, да, по 200 грамм в день, когда у меня нагрузка физическая, да, мне вот абсолютно это хватает, чтобы не чувствовать белковой недостаточности. Вот. Ну и не забывайте бобовые, да, то есть тохо, это тоже все работает. Сразу скажу для невегетарианцев, да, что летом лучше всего... Я специально не делала рецепты для невегетарианцев, я решила, что вот так скажу, что берите вот те рецепты многочисленные, которые мы сегодня вам дадим, и просто добавляйте к ним то, что вы кушаете, яйцо, рыбу, мясо, морепродукты, но не сочетайте с картошкой, то есть с теми рецептами, где картошка, с теми рецептами, где бобовые, и с теми рецептами, где крупы, кроме гречки. То есть гречку можно сочетать, а вот крупы, картошка с мясом плохо, то есть лучше с овощами готовьте, ну или с гречкой. И обязательно обратите внимание на способ приготовления, то есть можно готовить на пару, можно вываривать. Я рекомендую, если вы берете просто в магазине мясо, рыбу, лучше варите, потому что так хотя бы часть уберете, и бульон не используйте. Потому что сегодня считается, что очень много токсичной нагрузки в магазинской, вегетарианской пищи, даже в яйцах очень много. Те же яйца не жарьте, варите или просто готовьте с зеленью, со шпинатом на пару. Ну, у кур считается самая безопасная, там, белая мясо, грудка, да. Рыба, в основном, питом и капхом идет пресноводная, то есть белая рыба всякая, там, дичная, не сильно жирная. А вот лосось, красная рыба, летом только ватом чистым больше идет. Яйцо тоже, вот, желток питом не идет. Желток лучше капхом, ватом, да. Ну, капхом вообще много очень невегетарианской или нагрузки там. То есть это будет затруднять пищеварение. Вот. Ну, вот, как бы, те же морепродукты тоже считаются, что питом не очень хорошо, но вот ватом хорошо они не идут, потому что ватом с ними не хватает каких-то микроэлементов, а морепродукты они очень богат. И, ну, по поводу белка, да, еще, как я и говорила, это авокадо, это гречка, это спаржа, шпинат, это орехи и семена еще, да, то есть здесь написано. То есть можно кушать урбечи есть такие, прямо вот, ну, концентрированные из семян, ну, примолотые такие пасты. Можно просто добавлять в питание семечки, орешки, кунжутную соль делать, циквенную соль, то есть это еще и противопаразитарная будет. И вот так вот как бы все получится. Вот я добавила такой слайд. Скажите честно, вот, оставьте плюсики в чат. Кто осуждает людей, которые кушают мясо? Бывает у вас такое, что, ну, вот скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Ну, честно, так давайте, не буду ругаться. У кого есть вот такое вот, ну, кто когда видит, там, когда кто-то ест шашлыки, там, консервы, раздражение, там, или когда сосиски кто-то ест. Очень здорово, у кого нет, да, потому что вот в этом году особенно, вот у меня вот этот год под девизом идет, я уже говорила, свобода воли, веротерпимость, принятие и любовь. То есть, действительно, да, то есть бывает даже в одной семье кто-то ест, кто-то не ест. Действительно, как бы, хорошо, если у человека есть свой путь, пусть он по нему идет. Вот за несколько лет, вот кто помнит мои первые вебинары, нельзя так говорить, что ест гадость, тогда это все материализуется. Сейчас вообще вот все, что вы говорите, оно материализуется очень быстро. Поэтому лучше, ну, как бы, промолчать в таком случае. Дело в том, что действительно, как бы, первые годы, вот кто помнит наши вебинары, мы очень так активно всех на агитарианство агитировали. Но за вот эти несколько лет я встретила столько людей, которые находятся в благости, и целителей, которые, на самом деле, едят мясо, рыбу, ну, вообще, в принципе, люди в благости немало едят. И, конечно, у них все равно перекос, не перекос, а, как бы, предпочтение, он из них идет растительная пища. Но, действительно, я видела очень много людей, которые абсолютно в благости находятся, но они не зацикливаются, то есть они рыбу там иногда едят, что-то еще. Поэтому я вас призываю к любви, к принятию, к терпимости. Вот, если кто-то еще вот на тропе войны, то, ну, не делайте этого, потому что это одна из таких вот нарушений, одно из заповедей, да, таких, что не суди, да не суди, не будешь. И там, где присутствует фанатизм, там всегда будут уроки какие-то по жизни. И там, где присутствует фанатизм и осуждение, там всегда нет любви, там нет места для любви, там агрессия всегда идет. Лучше следите за своей жизнью, за своим телом, и никому, как Марина пишет, ничего не навязывайте. Ну, это просто такой совет, как-то, да, потому что для этого эмоции тоже могут быть, зашкаливать. Я, Танюш, от сала не ем. Есть селен, получаю из других продуктов. Вот. Ну, вообще, с хлебом животные продукты очень плохо сочетаются. Лучше уж с крупами, там, с чапати, да, то есть с легкими лепешками. Ну, в любом случае, как бы, мясо с хлебом это, ну, нарушение пищеварения постепенно может быть, потому что разные ферменты участвуют в переваривании. Вот. Про спорт летом. Конечно, самое классное, вот тут, кстати, как раз тема бюджетный отдых, да, вот напишите, пожалуйста, в чат, поставьте плюсики, кто этим летом, я так прям скажу, как подростки говорят, кто этим летом обломился немножко, то есть не поехал в Турцию на море, не поехал на юго-тур, там, не знаю, там, что еще, не поехал к родственникам Яна с таким смайликом, да, так вот, для вас такая информация, там, где вы живете, наверняка есть рядом какая-нибудь красивая местность, нам вообще повезло, рядом с Иркутском у нас тут и Байкал, и Саяны, и у нас тут вот просто в контакт зайдили в интернет, столько маршрутов предлагают, и туры выходного дня, то есть там платите 2000, идете с группой, вас там и кормят, и новые люди, и песни по гитару, то есть найдите просто себе, ну, если вы не подготовленный походник, то там на выходной день маршрут, найдите тур-клубы, тур-клубы в каждом городе есть, сходите, поспите в палатке, палатку можно у кого-нибудь взять, приезжайте на йога-тур, да, если позволяет, йога-тур, пределы там 30 тысяч стоит, но это будет незабываемый, да, отдых, вот, напишите пару слов, кто на йога-туре был, с Кахиром, с Татьяной, Ждановой, со мной, может кто-то был, на Атан, то есть, это действительно, ну, очень классный будет отдых, если вы поедете за 30 тысяч по горящей путевке в Таиланг, вы столько не получите, вы потратите еще больше, там, 20 раза, потом вы можете просто сами делать вылазки такие, да, то есть куда-нибудь по речке там гулять, фикник себе вообще бюджетный вариант, для походов, самое главное, иметь хорошую трекинговую обувь, вот, мы купили один раз лет 5 назад, она до сих пор не снашивается, она прошла уже из шума, из горы и все, то есть, хорошая обувь трекинговая, она стоит действительно, вот, потом, обязательно, как бы, удобный бюкзачок должен быть, да, ну, с экипировкой всегда можно взять у знакомых, там, у друзей, это да, можно на машине путешествовать, в ближайшую там месяц, узнать, где маршруты, у нас вот тут алтай мы путешествуем, обувь называется трекинговая, то есть, трекинговая обувь, это специальная обувь, которая и по скалам не скользит, и в дождь не развалится, и в ней очень хорошо идти, то есть, там прямо, продумана, стельки там, да, все такое, вот, ну, она сама по себе в дне не устают ноги, если у вас не можете ходить долго, то есть, вот, вы минут сорок ходите, и прямо весь позвоночник болеть начинает, или как будто бы ступню там, колу воткнули, срочно идите к остеопату, остеопат, мануальный терапевт, подиатор, да, то есть, который смотрит стопы, но чаще всего это проблема позвоночника, то есть, это просто идет перекрутка таза, или перекрутка грудной отдела, как только вам восстановят, один, два, три сеанса, вы сможете ходить, то есть, очень часто бывает, люди, вот, как бы, центр тяжести смещается, вот, да, можно, кстати, очень много бесплатных лагерей, всяких волонтерских, у нас тоже на Байкале есть, но туда, правда, заранее записываться можно, есть всевозможные, там, по железной дороге, там, туры, скандинавской ходьбой часа достаточно, я объясню, почему, потому что скандинавская ходьба, это 700 килокалорий в час, 700 килокалорий, хорошо, если, конечно, вас научат правильно, потому что правильно ходить достаточно тяжело, то есть, я прям вспотеваю сразу, даже когда еще не жарко, а если вы просто будете так, как бабушки, вот, палочки ставить, это неправильно, то есть, там обязательно вымаз руки назад, идет, такое интересное, и там активизируется все, то есть, у кого проблема, с позвоночником, у нас ходят даже люди на скандинавскую, у кого горбики, там, да, там всякие, ну, сейчас, кстати, мало уже стала группа, то есть, раньше думали только бабушки, то есть, на скандинавской ходьбе, прямо получается, прорабатывается весь позвоночник, и 700 килокалорий, это в два раза больше, чем при беге, но бег, он может травмировать, да, позвоночник, а скандинавская нет, потом, во многих городах есть летние танцевальные площадки, идите, танцуйте обязательно, то есть, это очень здорово, вот у нас нет, я бы сходила, йога на природе, медитация на природе, иногда, чтобы прийти в гармонию, не обязательно даже спортом заниматься, а просто каждый день приходить на берег реки, там, да, или полежать в парке полчаса, иногда это, знаете, больше, да, вот это заземление, расслабление, чем, ну, какой-то вот такой вид спорта, и, кстати, про поход еще хотела сказать, да, поход, поход обязательно, ну, нужно к нему готовиться, походить в спортзал, походить по часу, по два, там, пешком, в течение, там, месяца перед походом, а в спортзале есть такой вот эллипсоид, который имитирует подъем в горы, тут хорошо по нему походить, чтобы просто подготовить немножко организм, потому что у некоторых в походе прямо начинают коленки болеть, там, смещается, то есть нужно, чтобы немножко организм, такой костяк мышечный был готов, И в походе получается, почему в походе у многих заболевает что-то, особенно с суставами, потому что в походе, ну, конечно, там рюкзаки бывают тяжелые лучше, это тоже целое искусство, как не набрать лишнего, но в походе часто организм, попадая в дикую природу, начинает думать, что все, его поселили в дикую природу, значит, ему нужно укрепиться, усилиться, и организм начинает сам себя тестировать и начинает исцелять. А кто проходил исцеление воспоминания, вы знаете, что вот эти все вещи, воспаление, суставы, переломы, растяжение, это и есть специальные биологические программы, когда мозг направляет туда кальций, и там происходит боли. Мы думаем, что это болезнь, а это началось восстановление. Ну, это отдельная как бы тема, да, но имейте в виду, что если раз в год ходить в поход, еще с подготовленными людьми, с хорошими инструкторами, с группой, которая там все умеет, организованно, налажено и на проверенные маршруты, если раз в год ходить, хотя бы там 5-7 дней поспать в палатке, да, хорошее взять теплый спальник, если вы худенький, ну, стройненький вы и мерзнете, а есть такие плохие спальники, и просто за это время у вас произойдет перезагрузка, вам на год этого хватит. То есть перезагрузка, исцеление почти пойдет всего организма. Я просто очень давно хожу в походы с юности, я это очень дело люблю, иногда я попадаю в поход после перерыва, там, год-два, думаю, господи, все, больше никогда. Да, но к концу похода все это проходит, ты чувствуешь, у кого низкая самооценка, у кого неуверенность в себе, вот, поход, особенно в небольшие горы, какие-нибудь там 2-3 тысячи метров, это настолько вот вообще самооценку поднимает. Я помню, вот, даже вот эту Академию Юрведы, когда мы организовали, это было после таких мощных походов в Саяны, то есть просто появляется настолько вера в себя, доверие своему телу, уходят сомнения, и очень много там праны. То есть природа дает колоссальное количество праны, вот этой вот жизненной энергии. Ну, еще я езжу на велосипеде летом, но велосипед это только хороший здоровый позвоночник. Мне очень нравится, у меня все равно тяжеловатый таз, да, вот, ведра у меня вообще с юности всегда были. Я просто, ну, когда езжу на велике, летом у меня есть такой замок, да, я прицепляю, могу в магазин пойти. У меня просто очень красиво бедра подтягиваются, мне нравится. Ну, сейчас же есть всякие средства от комаров, которые на одежду можно наносить, а вообще нужно просто подружиться с комарами, они не будут уже кушать. У меня муж никогда не кушает. Можно аромамасла делать гвоздика, аромамасло гвоздики хорошо отпугивает мошек, комаров. Ну, такой специфичный, ну, так специфично пахнет. Вот. Ну, еще пользуемся мятным маслом, то есть чистое эфирное масло мяты, а укус комара, то есть вот если помазать, то сразу же уходит. Ну, и, конечно, одежда, то есть просто защищаетесь одеждой. В походе мы же никогда не ходим раздетые полностью. В походе всегда специальные вот эти штановые легкие, которые защищают, специальные ветровки, которые не жарко, но они защищают. Там как-то нет вот этой вот проблемы, да. Мы не боимся ни комаров, ни клещей, просто дружим с ними. Вот. Ну, плюс там вот эти песни у костра, да. Вообще про заземление мы обещали, что скажем. Летом действительно вот заземления может не хватать. Вот я сейчас буду рассказывать. Масло гвоздики, это просто эфирное можете купить, а масло гвоздики, и все. То есть оно очень такое яркое, еще вот используют его, чтобы кошки, собаки, там, кошки, чтобы не ходили в какой-то угол, туда капнули гвоздику, и все, они туда не пойдут. Есть такой способ. И про заземление, да, вот очень интересно. Поставьте вот сейчас плюсики в чат, кто у себя вот это найдет. То есть когда летом женщине, например, да, не хватает заземления. Ну, мужчине тоже, но я сейчас немножко с акцентом на женщин скажу, потому что здесь больше все равно женщин. Вот такие признаки, что вам не хватает заземления. Ставьте сразу в чат плюсики, чтобы мы видели, да, что на самом деле не только у вас это есть. Первое, вы не можете уснуть нормально, там, в 10-11 вечера. То есть проблемы с засыпанием. Второе, это болят ноги. То есть болят ноги. Третье, это нехватка либидо, то есть низкая либидо, то есть нет сексуального желания, да, то есть вообще. А четвертое, это очень много мыслей. То есть, как это говорят, тормозишь, да, или беспокойство какое-то, да, постоянно. Страхи, да, страхи, это тоже вот сюда не хватает заземления, уверенности. Ну, низкая самооценка, постоянность сомнений. Вот это есть или не это, вот это сделать или не это, туда потратить деньги или туда. Сомнение это вот чисто, да, сумбурт такой мысли. Выражение лица такое, знаете, вот, ну, обычно это у людей видно, когда они не заземлены, они такие ходят, у них выражение лица такое вот потерянное такое, знаете, или как будто они в другом месте находятся. То есть постоянный уход из реальности. Нехватка заземления, когда вы постоянно уходите от реальности, отрешенная, да, отрешенная, озабоченная, отстраненная. Наоборот, когда люди заземлены, они очень много улыбаются, и они вот, идешь, они прямо тебе в лицо смотрят в глаза. Это заземленные люди. Вот. Еще нехватка заземления, проблемы с позвоночником, вот верхняя часть, например, да, проблемы с осанкой, да, тоже, плоскостопие, ноги болят, да, то есть нижняя часть ног, которая земли касается. Ну, и, конечно, нехватка жизненной энергии, то есть вы не можете заниматься спортом, потому что, ну, просто сил не хватает, да, то есть очень много воздуха. И как летом заземляться лучше всего? Все вот эти виды спорта, поход, чем больше вы по земле ходите без каблуков, да, то есть даже начинай там комментарии, тем лучше заземление. Кроме того, вот это все про меня, но это действительно так бывает. Вот, знаете, вот так как я работаю, у меня консультации каждый день, еще вот бывают вот такие вебинары, тренинги, это все очень сильно на верхних чакрах происходит, да, у консультантов. И почему говорят, что консультанты это больше мужская профессия, потому что мужчины, они, в принципе, на верхних чакрах больше живут, хотя у них тоже бывает, не хватает заземления. Вот. Но я заземляюсь на обрежении, то есть я сегодня уже погуляла, покаталась на велике. И после занятия я обязательно приготовлю себе какую-то теплую пищу, возможно, с чем-то даже молочным. И обязательно после занятия я в спортзал хожу на 30 минут, то есть просто походить по дорожке, пропотеть, да, то есть заземлиться. То есть любая активность на нижней чакре. Могу просто полежать в йога-минуте, заземляя, то есть когда вы ложитесь в параллельной земле. Самое классное, вот, возможно, сегодня так сделаю, пойти, походить по траве, постоять на траве, помедитировать на траве, на земле, да, возле речки посидеть, то есть это все классно заземляет. Массаж. Самое крутое, это вообще, ну, это уже стоит денег, да, то есть это уже те способы были бесплатны практически. Массаж не менее часа, а лучше часа два. Очень сильное заземление. Вот такой массаж, когда вот вас массируют, массируют аэровидически или просто такой, знаете, бывает. Некоторые масла не любят. Есть массаж просто расслабляющий. Камнями, да, столом массаж. Лимфодренажный. То есть он должен быть приятный. Человек, который делает массаж, должен быть очень вам импонировать. Приятен. И хороший такой вот момент, если вы на массаже засыпаете, отключаетесь. Вот, это очень здорово. Расслабляют хорошо масла лаванды, все масла цветочные, такие как сандал, лотос, мята хорошо расслабляет. И все кедровые, то есть сосна, кедр, ну, такие вот, которые на нервную систему. Кипарис неплохо так расслабляет. Есть такая, такая интересная. То есть, активизирует, наоборот, вот, тонизирует цитрусовые, например, да, масла. Вот. Вот это немножко про зазумление. Также хорошо зазумляет купаться в водоемах. Вот. Ну, сейчас я хочу немножко вам рассказать про то, как все-таки, вот, если проблема даже летом с пищеварением, да, есть, хочется же получить максимум все-таки витаминов, белков, микроэлементов из той пищи, да, классной, которая сейчас у нас все больше и больше появляется, растет на грядках. Вот, наверное, больше всего информация будет для тех, у кого налет на языке, у кого проблемы, постоянное вздутие, газообразование после фруктов, да, после сырых овощей, например. Кто чувствует, что есть паразитоз, как бы, да, то есть неприятный запах из рта, неприятный запах, там, из-под мышек, ну, так скажем, кожа, да, не очень хорошая, то есть, да, практически паразитоз. Низкий уровень энергии. Главное, знаете, когда вот, ну, что-то начинает у нас в нашем теле преобладать незваная, главное, мысли-то появляются нехорошие. Такие, то есть, один из признаков, даже у врачей, да, это считается один из признаков паразитоза и переизбытка, вот, ну, какой-то бактерии, инфекции, грибов, когда человек часто испытывает негативные эмоции и затяжная такая хроническая депрессия, например, да, потому что эти товарищи, эти ребятки, они очень классно управляют нами. Более того, они могут управлять нашими вкусами, когда мы начинаем кушать много сладкого, много молочного, много выпечки, да, вот. И я вообще вот склонна, на самом деле, вот такое все кушать, не зря же, да, я занимаюсь аюрведой, то есть, мне нужно было придумать блюда, которые вкуснее этого, но при этом полезные. Вот, то, что, напитки, которые вкуснее кофе. И вот в этом году я почистилась БАДами, я как-то вот, ну, не сильно так обычно БАДам доверяла, но в той компании Нивейс, в которой я уже беру давно косметику безопасную, порошки, там, крема какие-то, да, хотя вы знаете, что я почти не пользуюсь кремами, потому что масляный массаж делаю. И там появились БАДы Сантегра, то есть, вообще, это фирма Нивейс, да, а БАДы Нивейс американская, а БАДы, у них линейка новая появилась Сантегра. Когда я их посмотрела, я была, конечно, вообще в полном восторге, потому что они соответствуют полностью вот тем нормам, да, то есть, что там проверяется сырье, что там прозрачные вот эти вот упаковки, да, что там нет этих красителей. И то, что там очень много индийских всяких травок добавлено, то есть, это как аэровидические БАДы практически там нет. Если там добавлены витамины, тот же Силен, А, Е, они все биодоступные формулы. И я посмотрела, у них достаточно приемлемая цена, то есть, в среднем, там, банка БАДов от 800 до 1500 рублей стоит, и это иногда на 2 месяца, да, то есть, если посмотреть, сколько сейчас лекарства стоит, да, ну, вы можете полностью почистить организм без всяких лекарств, плюс практически все они с пробиотиками, то есть, там добавлены. В общем, я посмотрела, и я сделала для вас файл, мы его уже на улучшаем пищеварение на вебинаре давали, то, что можно почиститься, то есть, прямо программами вот такими, которые входят в противопаразитарный препарат, сорбент какой-то, да, и иногда какая-то еще там добавка, либо водоросли, ну, келп и йод, либо тоник какой-то, да, либо что-то для печени, либо для поджелудочной, очень хороший есть такой БАД там на хроне, он биодоступный. Вот, какие БАДы взять, если не набегать вперед, я просто вам сейчас покажу несколько вот таких вот, которые очень мне понравились, там огромное их количество, вот те, которые я сама уже проверила, да, и которые мне по составу сильно понравились. И кому нужно вообще почиститься, да, то есть, тут одним питанием вы не поможете. Да, и, кстати, почему аэробидические БАДы я не взяла вот сейчас, потому что у них сильно много специй, то есть, вот этот пиполи, да, то есть, очень много острых всяких травок, я поняла, что они жестковаты. То есть, вот мы когда тестировали их на большом количестве людей, вживую здесь, да, у нас, мы просто поняли, что вот эти БАДы, которые на европейцев рассчитаны на наших травах, да, в основном, они мягче идут. И еще я вам сегодня расскажу рецепты некоторые на специях, да, вот при болях в животе, при отравлении, при поносе, оно всегда практически это какую-то сложность создает. Это надо приготовить, это надо смешать, а потом еще эту горечь съесть, например. А с БАДами таких проблем нет, вы просто соблюдаете. Самая большая проблема с БАДами – научиться просто их пить вот по расписанию. То есть, вот всегда, например, противопаразитарные вы кушаете вместе с едой, да, там, один или два раза в день, а фермент всегда после еды выпивайте. Ну и все, и у вас как бы уходят все эти аутоиммунные реакции, несварение, газы вот эти уходят. Очень быстро, кстати, да, если БАДы хорошие. Вот, а кому надо, да, если вы прямо затянулись, застряли в апатии, в депрессии, в раздражительности, часто очень усталость, да, устало ли всего. Какой там спорт, да, Елена говорит. Как только я начала противопаразитарную программу, уже на второй неделе я уже все, то есть у меня столько энергии появилось, и опять я стала вставать в 5 утра, то есть у меня уже так постепенно к 7 скатилось. Вот. А я покажу, тем не волнуйтесь. Вот, потом постоянно плохие ногти, волосы, кожа, зубы, то есть присутствие паразитов закисляет очень сильно. Даже вы можете питаться щелочной пищей, постоянно уходит много кальция на то, чтобы ощелачивать, поэтому кожа, волосы, зубы страдают. Конечно, суставы позвоночных тоже. Затем гормонально-репродуктивная система. Они всегда отражают пищеварительную. Да, спасибо, Елена. Это компания New Ways. У них линейка, две линейки, вот одна из них Сантегра. Сантегру многие продают на самом деле. И вот спросили про коралловый клуб. Честно, вот я, то, что я попробовала, мне не нравится, но кое-что там есть хорошее. Вы можете те же, в принципе, названия, там тот же Келк, водоросли взять и в коралловом клубе, то есть без проблем. То есть есть на Херби, да, много бадов. То есть не обязательно вот эти брать. Просто я рассказываю про те, которые я попробовала, и я гарантирую вообще стопроцентно, что они работают. И как их еще протестировать, я тоже в конце сейчас расскажу. Вот. Если постоянно проблемы с перевариванием даже простых продуктов. Покушали, тяжесть, да, в животе, газы потом. Или постоянно такой живот вздутый, вот, в районе пупка. Некрасиво, да, то есть так выпирает после еды. Это тоже идет диспепсия, несварение, аутоиммунные реакции часто. То есть сразу щитовидка впитает. Если детоксы, диеты всякие не дают результата, а даже наоборот, ну, проблемы с этим возникают. Вот кто детоксы проходил у нас, да, вы знаете, что многие люди вообще легко прошли процентов 30. Процентов 70 они либо бросают, либо у них несварение начинается. То есть здесь, да, нужна уже помощь такая посерьезнее. Ну, как бы детокс это групповая, да, программа, то здесь как бы не очень это помогает. Так, я тогда к травам, вот этим всем чуть попозже вернусь. Расскажу вам сначала противопаразитарные продукты еще, да, то есть не забывайте, что в питании вы можете добавлять, если у вас не пита, вы можете добавлять перцы, черный, красный, все равно это понемножечку будет хорошо. Все редисочные продукты противопаразитарные, лук, чеснок, имбирь. То есть достаточно тоже, можно, ну, Раиса вообще молодец у нас, легко, но сложно. Как-то непонятно так написал. Вот, можно, кстати, имбирный чай можно летом пить в холодном виде. То есть не в ледяном, а просто вот в охлажденном, многим он лучше идет. Тыквенное семя, да, кстати, есть БАДы, в которые тыквенное семя входит, тоже расскажу, можно его перемалывать. Ну, противопаразитарная базировка это 1-2 столовые ложки в день. Вот, есть очень много тоже противопаразитарных всевозможных трав, в том числе русских, например, лопух, да, то есть лавровый лист, это тоже противопаразитарный. Противопаразитарный, крапива, да, кинза или кориандр, то есть кориандр семя, кинза, листья, кардамон зеленый, ну, не совсем русский, ну, да, калина, вы знаете, да, то есть в калина вообще ягоды, ветви, листья, ну, все это очень горько, да, то есть календула и сок, земляника, листья у нее противопаразитарные. Зверобой это вообще исконно русская трава такая известная, душица, девесил, гранаты, гранатовые корки, да, многие знают от поноса. Гвоздика очень мощная противопаразитарная, базилик, то есть хорошо вот после еды, листик базилика просто съедать, это очень здорово. Аир, корень аира, корень алтея, да, то есть это все очень сильно работает. А также, ну, кунжутная соль обладает таким эффектом, а также люцерна, ягоды малины, очень хорошо, кстати, для женской гормональной системы, да, и листья тоже. Мать и мачеха, мята в любом виде тоже, противопаразитарные свойства, особенно дыхательная система, если нарушена. Ну, одуванчик, правда, одуванчик только в мае, в июне, то есть там листья и корни его. Есть такой окопник, тоже, мне на трюбатах ходят, по которым расскажу, петрушка, у нее еще и камнерастворяющие действия. Пижма, ну, горьковатая, но она уже такая, глисток, червей, там, всяких. Подорожник можно есть, прямо вот, ну, листики подорожника молодые. Полынь, ну, полынь очень такая ядовитая, то есть с ним осторожнее нужно. Вот, ревень, ревень слабит, но он тоже, у него очень хороший на пищеварение эффект. Ромашка, вот есть еще порошок, сандала такой, продают в Айрведе, он тоже неплохо. Солодка, противопроизитарные действия, тысячелестник, укроп, фенхи, хвощ, еще намочит половую систему на органы гипер продуктивные. Шалфей можно выращивать на даче, тоже кушать его вместе с едой. То есть противопроизитарных продуктов очень много. Главное, настойки зеленого грецкого ореха. Я такую настойку не делала из трех видов полыни, это, видимо, что-то такое мощное очень. А настойка зеленого грецкого ореха, ну, я слышала, но я больше знаю про черный орех, про него расскажу. Потому что у него прямо чудо-чудо эффект. Вот, я его как раз пила. Вот, то есть все это классно, все это есть. Единственная проблема, что все это готовить надо, да, и соблюдать, и тратить на это время. В последнее время так активная у меня была жизнь, и много очень спорта, да, и много природы, и поездок. Что, вот, мне было интересно попробовать БАДы. У кого есть такая проблема, поставьте плюсики в чат, что как будто бы тело отечное, да, то есть лишний вес и тело как будто отечное. И чем ниже к тазу, тем более отечное. У кого есть такая проблема? То есть лишний вес и, ну, постоянно немножко отечное тело. Рыхлая, да. И у кого есть гипотириоз, то есть гипофункция щитовидной железы, при которой чаще всего лишний вес бывает. И проблемы бывают тоже с продуктивными органами часто, мастопатии, всевозможные. А также это бывает, что в районе живота, где вот талия тоже там накапливается. Вот, вот все, у кого вот это есть, у кого нехватка веса и низкий вес, это не для вас. То есть вам не надо специально пить йод, вам наоборот нужна расслабляющая, пассифлора, например. А вот у кого вот эта отечность, когда лишний вес, гипотириоз, у меня просто в семье это очень распространено. У меня не было такой явной проблемы какой-то, но я попробовала пропить вот этот вот келб, норвежский келб, по одной капсуле всего лишь на ночь с молоком. И поняла, что йода-то прекрасно нам не хватает, особенно вегетарианцам, но на самом деле не вегетарианцам тоже не хватает йода, потому что очень много йода в морской капусте, но чтобы съесть дневную дозу, нужно каждый день по огромной тарелке капусты есть морской. А я не люблю, например, ее. Рыба, она тоже сейчас столько йода не содержит, потому что в основном рыба в питомниках выращивается, и она не ест водоросли, которые содержат йод. А рыбу кормят часто пшеном, зерном, соей, поэтому в ней тоже сейчас столько йода нет, но плюс в ней еще токсичная может быть нагрузка, гормональная, антибиотики. Почему летом не нужно пить йод? Вообще 90% населения России страдает от нехватки йода, хоть летом, хоть зимой. Если вы очень много кушаете зелени, например, дикоросы, например, мокрец, может быть не нужно, но когда начинаешь пить йод, всего одна капсула, там, получается, даже нет дневной дозы, там чуть меньше, да, 150 микрокилограмм, а дневная доза 200 микрокилограмм, то это сразу чувствуется, становится больше энергии, повышается линия вида у женщин, через уже неделю чувствуется, и уходит отек с нижней части тела. Почему? Потому что очень часто бывают проблемы с щитовидкой, весь йод уходит наверх, а органы внизу, как бы каскадным таким способом, все меньше и меньше энергии, то есть йод – это энергия, по сути. Вот, то есть, вот келп, да, это водоросль, которая очень богата йодом, это бурая водоросль, и из нее вот выжимка вот в этой одной капсуле, да, там, у него есть какая-то компания Сан-Тегра, вот так она выглядит. Вот, а в алгар-агаре йода очень мало, в спирулине тоже меньше, чем в келпе, но тоже можно, то есть в спирулине больше все равно хлорофилов, то есть не так много йода, в спирулине еще и белок тоже есть. Поэтому имейте в виду, что можете протестировать себе, да, и как тестировать, я чуть позже скажу, и просто добавить одну капсулу вот такого йода. Ни в коем случае не пейте йод спиртовой, не пейте йод, йодомарин, йодактив, это все очень сильно токсичная нагрузка на организм, он его не принимает, это не био, доступный йод. Нет, не надо, просто одну капсулу, на ночь обязательно с молоком, и все, то есть не надо больше делать. А где взять этот препарат? Я вам сделала методичку такую, если хотите, я в конце вам уже ссылочки дам, чтобы не ждать, пока запись выйдет, и вы можете просто там по ссылкам прямо перейти, заказать, зарегистрируйтесь, на 30% меньше будет цена. Вот этот келп, по-моему, 800 рублей по подписке стоит, то есть я знаю цену только по подписке, потому что это я вам зарегистрировала. Да, и глаза светятся от него еще очень хорошо, то есть прямо такое омоложение идет. Я не подозревала, что у меня такая нехватка йода, если честно, пока вот я начала его пить. И самое интересное, что йод, и мужчинам тоже, да, и самое интересное, что йод регулирует очень много процессов пищеварения, так как он очень сильно влияет на гипофиз, оттуда идет центр управления во всего. И действительно у йода есть такая особенность, что при его нехватке терминтация нарушается. То есть начинают как бы вот такие проблемы быть. Вот, противопаразитарный очень хороший черный орех. Черный грецкий орех, это используется его скорлупа. Это одно из известных таких БАДов, да, и его тоже нельзя пить, если у вас сниженный вес. А у кого лишний вес, вот кто писал плюсики, ставил, пейте. Но тогда водоросли не пейте, если вы чиститесь. Орех можно пить только месяц, это противопаразитарная программа, постоянно пить его не нужно. Там еще витамин С, это тоже будет заметно, у кого нехватка витамин С. И там органический йод. Ну, орех обычно пьют там по 3 капсулы в день, то есть с каждым приемом пищи, поэтому там йода достаточно будет природного. Вот есть такие удивительные продукты, в которых прямо йод, да, содержится. Да, можно вместо молока, например, немножко сливок выпить, можно миндальное молоко, а можно просто ложечку небольшого масла, какого-нибудь нерафинированного оливкового, просто должна быть жирная среда. Ну, на самом деле молоко лучше всего проводник будет. Просто столовую ложку выпить это и все, то есть ничего страшного. Приложим мои слайды, хорошо. Вот, еще у кого проблемы с кожей. Черный орех, он прямо вот начинает кожу восстановить. Вот кто писал, что вывесла кожа, там, да, после похудения, он не только гормональную систему восстанавливает, он еще вот лечит кожу, всякие язвы, угри, там, всевозможные псориазы, нейродермиты. Очень классно. То есть, ну, это я видела просто у клиентов нет. Есть еще подарка. Это у кого заболевание, то есть нельзя пить это все вместе, запомните. То есть я там написала в методичке про это. Вы можете один месяц попить вот это, другой попить вот это. В аптеках, да, то есть нет. В аптеках вообще, даже если найдете, ну, берите, там, не дозировки, непонятное сырье. То есть не надо брать такие препараты в аптеках. Можно в других компаниях. То есть черный орех, подарка, должны быть и в коралловом клубе, в других тоже. То есть я просто говорю про те, вот, которые знают. Подарка – это кора муравьиного дерева. Вот ее мы используем как природный антибиотик, если кто-то заболел из детей, например. Антираковая также, антигрибковая. Но она такая пожестче, чем черный орех. Нет, черный орех просто пьете в нозырь, а кожа выздоравливает у вас постепенно. Суставы, кстати, от него тоже хорошо. Он очень сильно ощелачивает организм. Ну, кто спрашивал, да, про ощелачивание. Вот, то есть в подарок там вообще одна капсула в день пьется. То есть дозировка в Нью-Вейс, она такая личная. Там я тоже приложила. То есть если хотите, я вам сейчас прямо скину эту ссылку, потому что, чтобы вы не волновались, да. То есть ссылка получается на методичку. Вот это вот. Можете прямо сразу открыть и посмотреть. Там есть ссылка и на интернет-магазин, и на все. Вот, и еще несколько препаратов, которые, вот, кто писал, что белый налет на языке. Вместо черного ореха и вместо подарка пейте тогда рефангин такой. Это вообще чудо-штука. Там есть подарка, там есть черный орех, ну, в небольших дозировках. Эхина-С, который иммуномодулятор, биосилен и очень классный витамин А и витамин Е, которые мощные антиоксиданты, природные причем, природные формы. И она еще восстанавливает микрофлору. Рефангин, он очень классно выводит любые грибы. Но не забывайте, что первое время, первую-вторую неделю нужно пить много воды, и еще может сильно пойти выделение и на язык, и, прошу прощения, у мужчин, излагалища могут пойти у женщин. Это хороший знак. То есть это, наоборот, как раз те места, где все выводится. То есть это хорошо. А это все фирма Санта Игра. Санта Игра. Очень классная фирма, которая в антираковую коалицию входит. GMP, то есть у них вот этот вот знак GMP. Это когда проверка идет, производство полностью, начинается риа. И вот для холодных регионов хорошо очень ленигон. Но в ленигон, смотрите, входит чеснок, гвоздика. Это все очень горячие травы. Черный перец. Вот этот вот какой-то аэровидический препарат, очень сильный. Это когда, знаете, и мочеполовые инфекции, и глисты, например. Все эти препараты можно давать детям из расчета 1 капсула в день на 20 кг веса. То есть 1 капсула. То есть вы просто берете ее и делите. 1 капсула на 20 кг веса. Если ребенок маленький, 10 кг, то вы просто пол капсулы ему разделяете на несколько приемов пищи. То есть мы детям даем прямо с маленьких лет. Ну, конечно, там, где женьшень, там, где перец, аккуратно очень. А вот, например, тот же черный орех можно и подарка детям даже даем. А кто писал, что плохо переваривается еда, фрукты вызывают понос, брожение, нехватка терментов, проблемы с поджелудочным. Вот такая штука есть прикольная, которую просто берете с собой в дорогу и везде, где кушаете, на работе, дома, просто 1 капсулу выпиваете. Ну, они пишут, что по 2 капсулы. Но я протестировала 1 капсула у многих моих клиентов, у меня тоже она срабатывала. Просто 3 капсулы в день можно, да, 3-4 после каждого крема пищи. Выпиваете вот такую штуку. Это просто такая прессованная, она на вкус как мил. Ну, там все ферменты растительные, да, они вызывают привыкание, как пистал. Плюс там амло, индийский крыжовник, он богат в терминансе. И еще и рутин природный. То есть у кого варикозы, сосуды, он еще и укрепляет. Все, то есть уходит сразу тяжесть, даже после тяжелой еды. И я пробовала даже что-то такое, там мороженое съесть. Обычно такое не очень привариваю, но прекрасно вообще. То есть даже можно переесть немножко, не набирать вес вот эту штуку кушаете. То есть и нет брожения, газообразования. Первые дни, может, еще будет, да, то есть там микрофлора будет меняться, потом это все уходит. Во всех противопаразитарных программах входят вот эти вот растительные ферменты, которые участвуют. Но есть очень такие с перцами всякими, а вот этот очень мягкий, да, который я вам показываю. Вот, при отравлении в дорогу очень хорошо что-то вот из этого взять. Веймэ, ну вот вообще мы уже 8 лет пользуемся. Это несколько трав, эхиноцея, розмарин и соп. Это травка, которая даже в Библии упоминается. Чебрец, женьшень. Но там женьшень маленько, то есть там поэтому можно даже детям. Боярышник, ирландский мок. То есть веймэ просто пьется, ну тоже на этом же сайте есть, правда, про меня не писала. Пьется просто для взрослого можно 6 штук в день. То есть по 2 штуки 3 раза в день. Очень классный иммуномодулятор. То есть это природный, то есть он не какой-то химически выведенный. То есть это травы, которые просто ваши же клетки, т-килеры, которые борются с патогенными всякими клетками, они их активизируют. Если очень сильный аутоиммунный процесс идет, высокие показатели, то нельзя. Потому что там иммунитет против себя. Сначала можно пищеварение наладить. Хитозан это не вегетарианский продукт. Но это очень классно для тех, у кого запоры. И у кого при отравлении веймэ можно даже до 8 штук в день выпить. Главное, чтобы давления высокого не было, потому что там женьшень. Так просто пьете 2 штуки перед едой. Хитозан лучше всего при сильном отравлении. Хитозан. А если нет отравления Раиса, то его пьют в противопаразитарных программах. Просто добавляют, чтобы побыстрее активизировать. У кого сосуды слабые, где-то сосудистая дистамина. Очень хорошо. То есть временно оно еще тоненькое немножко. Хитозан хорошо тем, у кого нету стула утром. Просто попробуйте. У кого часто брожение, газы. У кого диареи тоже бывает. То есть хитозан, он прямо вот вычищает. Рассказывают, кто его пьет. Я тоже его пропивала. Мне интересно было. На утро стул прям черный иногда выходит. В первое время. То есть он прямо собирает с кишечника всякую рунду. И еще он заживляет. То есть у него есть такое свойство. Заживляет. Его даже высыпают прямо на раны. Но хитозана вот такого именно. У него есть нет. Там немножко другое. Он мне не понравился, если честно. А хитозан фирмы Тяньши. Ссылки у меня нет. Я беру у мамы. Она в интернете не работает. Но можно найти дистрибьютор Тяньши без проблем. Можно найти интернет-магазин. Он стоит, правда, дороговато. Там тысячи две с лишним. Но там сто капсул. То есть там может на 20 месяцев он хочет. И это вот такая классная первая помощь. То есть выбивает хитозан. Он тут же сорбирует, если там что-то боль убирает. И выводит это все. Вот. Ну можно пить на ночь, месяц, чтобы почистить полностью кишечник. Да, возможно, Светлана, я их не знаю. То есть и по ценам тоже не знаю, как они. Есть еще гринчи. То есть это такой вот пробиотический комплекс со спирлином. Ну, многие про него знают. Это тоже быстрая помощь. Это просто зеленый порошок, прям травяной. Там мерная ложечка. И его хоть детям, хоть взрослым, хоть при алкогольном отравлении наводите в стакан. Такая зеленая вода получается. И это быстро снимает симптомы отравления. Ну, он такой противный немножко, как вот, знаете, трава такая прям зеленая. Вот. Еще есть такой вот сорбент филингут. Все ссылки я вам положила. Здесь семя льна, семя подорожника. Вы знаете, это очень мощный сорбент. Вместо того, что у кого сильные запоры, с ним нужно что-то жирненькое выпивать. Либо молоком его запивать, либо масло, да, там масло ги или нерафинированное масло выпить. Или много воды очень, да, теплой вместе с ним пить. Но филингут может немножко запирать. То есть у кого вот с этим проблемой. У кого наоборот, я еду хорошо. И вот если боль в животе, две капсулы филингута, много теплой воды, боль тут же уходит. То есть настолько вот, ну, тут семя льна, потому что, да, у него такое. Плюс там есть улучшающие имбирь, алоэ, люцерна. То есть то, что еще пробиотические такие, да, аппараты. Вот, как купить ссылочку, я вам положила вот в эту методичку, да. Сейчас еще раз подублирую. И как зарегистрироваться, чтобы цены пересчитались. То есть не пугайтесь, что там, если цены увидите, я сказала 800, а там полторы цена. Если вы зарегистрируетесь по той же ссылке, которая там написана, это получается в мою линию, да. Ну, это как, можете какую-то другую, если хотите, просто для меня это не такой бизнес, да, чтобы оттуда прямо ожидать доход больший. Но пользуюсь я очень давно. Если честно, ну, все, что я там покупаю, практически у меня до сих пор чек идет. Хотя я там не работаю, так уже активно в этой компании. А просто тем, что я пользуюсь уже 8 лет, у меня постоянно там идет чек. То есть я на это покупаю все. Рожки там, ну, то есть все это безопасно. Ну, если вы записываетесь в мою линию, естественно, я вас консультирую как консультант к любым вопросам. То есть вы пишите мне имейл. И, в принципе, вообще все, кто участник этого вебинара, пишите я вам дам имейл. Вот. Как сделать тест по руке? Вот интересно вам, как именно протестировать, подходит вам этот бат или нет. Ставьте плюсики, кому интересно. Хорошо. Смотрите, есть два способа очень хороших. Можно вам, конечно, в принципе, по маятнику, да, кто умеет. Я делаю по маятнику тоже. А вот это мускульный тест. Да, кинезиологический, вы даже права. Да, причем два способа есть. Вот у некоторых по руке плохо идет, если суставы, да, вот здесь слабые. А вот по пальцам вообще безошибочно. Нужно, чтобы был второй человек, который будет вам помогать. Лариса спрашивает, как пить черный орех. У человека я написала методички. У него идет разная дозировка. Некоторым вообще 6 штук в день идет. Но это много. Это у кого йода нехватка, видимо. А в целом можно 2-3 штуки в день. То есть можно 3 штуки в день с каждым приемом пищи. То есть все эти ВАДы, они жирорастворимые. То есть их нужно с приемом пищи. Плюс там же бывают специи, да, то есть что-то такое. Поэтому нужно аккуратно. Вот так, сейчас секундочку.